Я записываю. Все наши старые друзья, Таню, все ванкуверские люди, еще могут помнить Ваню, который жил в Ванкувере. Сколько, Вань, три года вы жили в Ванкувере? Два. Два года. И Ваня в то время еще был теоретическим физиком. А вот смотри-ка ты, как человек вынесло. Да, у нас про это есть первый слайд. Идите в Париже и читайте нам лекции по маркетингу. Ань, ты раздаешь презентацию? Я все, я начинаю шерить? Да, сейчас я всех замучу, или ты можешь как-то всех заменить, а потом себя отменить. Две минуты можно дать еще? Да, до формального начала. Жака, а лекции, они расписаны до октября, правильно? Ну, какие-то, нет, нет, пока что до... Скажем, по конец августа, примерно. По конец августа. Подожди, Соня, я там сам человек на начало августа. Ты что? Так, мы это обсудим. Окей. Ты можешь отключить звоночки, которые из комнаты поступают? Ты можешь сам себя отключить. Нет, нет, чтобы люди, которые стучатся, чтобы они нам всем не пипикули. Я не знаю, как это сделать. Ну, ладно. Так, вижу, отключаю, отключу. Ну, все, давайте. Так, хорошо. А сейчас, извините, еще, да. Вопросы лектору по ходу дела задавать можно и нужно. Я считаю, что моя работа, если я слышу, что давно никто ничего не спрашивал, то надо лектора прервать и что-нибудь спросить, а то что ж такое? У нас есть комментарии про это, Жень. У нас будет 4 блока в рассказе, и в конце каждого мы будем останавливаться и давать время для вопросов, но если кто-то что-то не понимает или хочет прояснить, то обязательно включайте звук и спрашивайте по ходу доклада. Да, формат такой, что лектора прервать можно, только нельзя прервать надолго, потому что у нас тут много по лектора один. Все. Ну, че, Вань? Ну, жду, когда ты презентацию покажешь. Правильно? Ну, сейчас ровно час двадцать. Самое оно. Да, давай. Так, хорошо. В основном я буду шерить скрин. Ой, сейчас у меня... Да, вот, так лучше. Вы все видите? Хорошо, да. О, окей. Хорошо. Давайте ты, Ань, начнешь или я начну? Ты начнешь. Хорошо, давайте я расскажу немножко историю, как так получилось, что я от физики дошел до маркетинга, а Аня от лингвистики до маркетинга. Но для меня эта история была такая, я когда защитился, Женя долго меня уговаривал выучить питон, и в какой-то момент он мне просто сказал, Ваня, я нашел тебе партнера для изучения питона, и подумай, хочешь ли ты на это подписаться. Я подумал и решил, что, ну, Женя очень сильно разэкономировал этого партнера. Вот. В общем, я подписался на питон, и стали мы с Аней учить питон. Но Аня, правда, его учила чуть раньше, чем я. Вот. А потом, ну, физиков обычно учат в институте, что надо учиться на примерах. Мне не очень нравились абстрактные примеры, которые нам давали в качестве домашних заданий, и я Ане предложил поделать какую-нибудь интересную задачу про лингвистику на питоне. Вот. И мы стали делать какие-то разные задачи, и через какое-то время, наверное, через год, Аня сказала, давай статью быстренько напишем. И мы стали писать статью, и вот. Потом Аня спросила, а не хочешь ли ты стать профессором маркетинга? Я подумал и сказал, хочу. Вот. Ну, так вот. Моя часть истории такая. Ты... Да, я заранее прошу прощения, что наша презентация на английском, а говорим мы по-русски. Надеюсь, это никого не запутает. В общем, виноват во всем Женя, если что. Ань, тебя не слышно. Из всего твоего рассказа я в основном согласна с последней частью, что виноват во всем Женя. Не спрашивала я тебя, хочешь ли ты в маркетинг, ты сам сказал, что ты хочешь туда. И я сама туда захотела. Я училась на лингвистике. У меня докторат по лингвистике, ее когнитивной части. Это, в общем, как язык обрабатывается в мозгу. И что из этого получается. Но тут, в общем, виноват как раз вот Андрей, мой муж тут, сидит в другой комнате. Он сказал, ну да, ничего, хорошо. И что ты с этим будешь делать? И тут я немножко запнулась, и мы вместе подумали, что, в общем, этому месту applied, как бы applied science. И applied science, маркетинг это applied science очень. И очень хорошо работает с лингвистикой. Так что я так оказалась в маркетинг. А Python я начала учить, потому что сейчас очень много обрабатывания текста происходит. И очень многому можно учиться. Я, в принципе, экспериментатор, но делать эксперименты и сочетать их с text analysis, это особо интересно для меня. И поэтому еще и работа с вами интересна. Все, поехали. Да, работать с Аней очень интересно. Давай, давай. Сейчас мы рассказали, кто виноват, сейчас расскажем, что делать. Так, у нас есть еще автор, часть которой мы расскажем, его зовут Джефф Ли, он сейчас в Вашингтоне, но он по-русски не говорит, поэтому мы его не позвали на лекцию. Он, собственно, по-китайски тоже не говорит, поэтому, когда он жил в Китае, это было в основном, с ним начинали говорить по-китайски, он то, что называется ABC, American Born Chinese. Поскольку мы обещали проводить на вас эксперименты, я думаю, мы начнем такой пробный, тренировочный опросник. Сейчас мы его, Аня его вам запустит. Я для этого должна сделать StopShare. Я вам просто рассказываю, что сейчас будет. Так, StopShare, вы сейчас видите друг друга. И сейчас я запущу, что называется, пол. Это вы знакомы с этим? Да. Ура. У нас будет несколько таких опросников по ходу рассказа, поэтому важно сейчас, чтобы все потренировались на простых вопросах. Ребята, вы нас не ждите. Давайте, давайте, давайте. Давайте пол сразу скажем. Увидели? Всем видно, да? Хорошо. Вот, просто спрашиваем, вот, как часто вы? И я собираю, у меня сейчас, скажем, уже 15 человек ответила. Я буду знать, когда большинство из вас ответили. Вы не обязаны, конечно, отвечать. 30 человек ответила. Какой вопрос можешь? А, вижу. How often do you purchase online? Ну, можно, наверное, остановить уже на этом. Для тех, кто присоединился только что, у нас сейчас мы проводим маленький пол. Из 40 человек, которые у нас на лекции, 33 сейчас ответили, я заканчиваю пол. Вот. И давайте я с вами поделюсь сразу же результатами. Видно, да? Да, видно, что все пользуются, покупают что-то онлайн. Был, был только один человек, который это делает раз в год, остальные чаще. И большинство людей покупает раз в неделю. Вот такие у нас результаты. Я думаю, что всем их сейчас видно, должно быть. Вот. Давайте второй вопрос, Аня. Кто-то написал We don't see any results. Жека, ты справишься? Нет, не справлюсь. Окей. Поднимите, пожалуйста, руки, помашите. Кто видит? Кто видит? Это эхо. Это эхо. У кого-то. Спасибо. То есть все видят. А, ну, давай mutual сделаем на всякий случай, чтобы эхо не было. Вот. Хорошо. Аня, следующий пол, можешь запустить? Да. Следующий вопрос. When you browse products online, how many reviews do you read per product? It depends, очень сильно. Ну, как бы, вот здесь я бы не смогла, не могу ответить, на самом деле, потому что иногда читаю много, если это зависит от цены, на самом деле. Прямая корреляция с ценой. Ну, а в среднем? Ну, там, собственно, корреляция не только с ценой, типа, по... research shows. Ну, да. В общем, сейчас это вопрос такой, в общем, как бы, on LA level. У меня 28 ответов пока что. Будут еще или все? Мне кажется, нормально. Потренировались. Так, все? Ну, давайте. Покажешь результат? Да. Сколько reviews, это, в общем-то, соответствует обычному ответу в research. Это примерно столько, сколько мы обычно читаем. Конечно, Оля права, что если product is more, как бы, risky, скажем, мы его покупаем на более длительное время, типа, вот они... или он более дорогой, или, ну, всякие есть. У него там какие-то социальные или эмоциональные риски с ним связаны, то вы будете читать больше. Или если вы более эксперт. Есть очень много всяких variables, которые... которые влияют на то, сколько вы читаете, но в среднем от 3 до 5. Ну, тут видно, что на самом деле больше 80% участников этого опроса выбрали ответ больше трех. То есть видно, что люди все-таки в среднем читают по нескольку отзывов. Я хотел еще сказать пару вещей. Во-первых, есть данные, что 9 покупателей из 10, независимо от того, где они покупают, заходят на Amazon. И у меня еще, чтобы прочитать отзывы и сравнить цену, и еще у меня личный вопрос ко всем. помашите, пожалуйста, рукой, если вы... если у вас есть подписка на Amazon Prime. Да, ну, почти у всех, кто на моем первом экране, и на втором экране поменьше. Ну, да, это тоже соответствует статистике. Известно, что треть населения США подписана на Amazon Prime. то есть практически все люди, которые имеют кредитную карточку, наверное. Вот, то есть, что мы хотим сказать... Ты мне дальше шерить, Ваня? Ты мне скажешь, когда шерить дальше? Да, можно... Я хочу вам рассказать еще свою личную историю, как я два года назад решил купить себе наушники на Амазоне. И теперь мы знаем, что с Амазоном вы в целом знакомы и с отзывами, поэтому мне будет немножко проще рассказывать. Давай, Аня, пожалуйста, следующий слайд. Вот, как мы покупаем? Ну, есть разные стратегии. Ну, обычно мне хочется купить что-то подешевле, получше и в надежном источнике. Поэтому я иду на Amazon, ввожу в поиск ключевое слово, например, Bluetooth headphones или Wireless headphones, как в данном случае. и, используя фильтры, фильтрую. Во-первых, я выбираю продавцов, которые... продукт, товары, которые гарантированы самим Амазоном. Я выбираю товары, на которые высокий рейтинг, 5 звездочек и которые дешевые. Сортирую по цене. Вот что получается. Точнее, это то, что получилось 3 дня назад, когда я сделал этот скриншот. Видите, забавную вещь, тут только два разных продукта. Второй, третий, четвертый, пятый, это, в общем-то, одно и то же, но под разными названиями. Делается это отчасти специально, чтобы заполнить верхние строчки в предложениях, которые вы видите. И людям обычно лень, особенно из-за 5 долларов, лезть на вторую, третью, десятую страницу, чтобы найти какой-то более адекватный, но, может быть, более дорогой продукт. Что важно, когда вы покупаете вещь какую-нибудь на Амазоне? Я хочу повторить. Важно качество, которое отражается звездочками. Известно, что каждая дополнительная звездочка повышает потенциальную стоимость товара на 10%. Доверие. То есть, если я покупаю у продавца товары, которого гарантированы Амазоном, это повышает объемы продаж на 30-50% в зависимости от категории. В данном случае, вы, может быть, заметили, я не знаю, насколько вам хорошо видно эту картинку на ваших экранах, но у этих товаров очень мало отзывов. Это, скорее всего, результат того, что Амазон уже немножко их подчистил. Но давайте посмотрим на два этих наушника крупным планом. Можно? Да, спасибо. Вот. Вот как это выглядит. Вы видите, что в одном случае три отзыва, в другом случае шесть отзывов. Цена очень низкая. Оба товара, на них есть печать Prime, то есть это связано с тем, что они гарантированы Амазоном в той или иной мере. Можно антиследующий слайд? Вот как выглядит самый дешевый вариант. Один год назад, сейчас, можно увидеть, что, скорее всего, части этого товара делаются на одной и той же фабрике. Может быть, даже многие могут догадаться, где именно. Вот. Сейчас я вам покажу, как выглядят мои наушники, которые я купил два года назад. Сейчас я их в камеру так похожи, да? Причем свои я покупал на французском Амазоне. Там немножко другие продавцы, другие названия, но наушники, похоже, что те же самые. Ну, давайте теперь еще зазумимся и посмотрим, как выглядит страничка, посвященная самому дешевому варианту. Вот вы видите тут в правом нижнем углу я обвел вот эту печать важную Fulfillment by Amazon FBA. Это означает, что продукт на самом деле лежит уже на складе Амазона в Америке и продавец, в общем-то, уже ничего не решает. Он только поддерживает страничку. Что еще я хотел тут сказать? Напомнить, что вот эта вот печать Fulfillment by Amazon, она повышает объемы ваших продаж на 30-50%. Ну, плюс это, конечно, очень удобно послать весь свой товар в Америку на какой-нибудь склад и больше этим вопросом не заниматься. Все возвраты, все идет через Amazon. Более того, если вы хотите поругаться с этим продавцом, продавец в данном случае называется Лайбингбинг, вам это не очень удастся, потому что все, опять же, будет проходить через Amazon. Вот. У меня вопрос, собственно, он здесь в названии этого слайда написан, что общего между товаром на этой картинке и термометром? Похож ли этот товар на термометр? Есть у кого-то какие-то мысли? Я сделаю смелое утверждение, что он не похож, но посмотрим на отзывы на этот товар. Сейчас Их три, да? Вы видите их три? Да, их всего три. Да, их всего три и они все три отлично помещаются на одной картинке. Все три отзыва вообще не имеют ничего общего про конкретно этот продукт, конкретно про эту вещь, они все про какой-то термометр. Есть разные механизмы, как это происходит. Я с удовольствием могу долго про это рассказывать, но время идет. но наверное все согласятся, что эти отзывы вряд ли можно считать правдивыми. Кстати, все они запущены в один и тот же день 24 мая. Давайте посмотрим на другой товар, который есть в ассортименте того же продавца. Это очень модная сейчас вещь в связи с коронавирусом. Это такая железная штука открывать ручки у дверей, не касаясь их. Вот. И тоже все то же самое. идеальные отзывы пятизвездочные, дешевая цена, гарантированная Амазоном. А давайте посмотрим на отзывы. Все отзывы тоже про термометр и тоже 24 мая. То есть тут есть несколько забавных вещей. Этот продавец он явно очень любит градусники, термометры. Амазон почему-то не очень с ним борется. Ну, надо признать, что этот товар исчез. я сегодня проверял. В данный момент его нет, но я хотя я проверял 4 часа назад, сейчас может быть опять он появился. То есть из года в год такие товары постоянно появляются новые. Если наушники пропадают, появляются какие-нибудь ручки для дверей и так далее. Вот. Давайте ну здесь ситуация я специально выбрал максимально простую ситуацию. Там было очень мало отзывов. Я мог их все показать вам на одном экране. Вот более реалистичная ситуация, что происходит. Это тоже один из самых дешевых вариантов Bluetooth headphones. Совсем беспроводные в данном случае. По-американски это называется True Wireless Headphones TWH. Вот. И это самый дешевый продукт из списка, я думаю. Вот здесь уже более типичная ситуация, когда есть порядка нескольких пары сотен отзывов и часто все эти отзывы фальшивые. В данном случае я не могу утверждать, что все они фальшивые. Как-то один раз я из научного интереса прочитал 328 отзывов на наушники и все они были фальшивые. Кроме одного 328 отзыв был примерно такой, что ребята все остальные 30-27 отзывов на наушники фальшивые. Но это тоже в моей терминологии считается фальшивым отзывом, потому что он не про продукт, а про отзывы. Ну ладно. Вот. Здесь вы видите на следующем слайде вы увидите другой товар, который вот первый товар, предыдущий товар, он был совсем свежий, всего месяц назад появился. А это товар, который уже год, наверное, висит или больше от немножко более приличных компаний. но выглядит это примерно так же. Цена отличается, но чуть-чуть. Отзывов побольше, но в остальном все то же самое. А теперь я хочу показать вам два отзыва. Первый будет отзыв на первый из этих товаров, по поводу которого у меня сильные сомнения. Вот он. Тут, в отличие от отзывов про наушники, это еще и verified purchase. То есть этот товар куплен напрямую у Амазона этим человеком, который оставляет отзыв. Более того, даже два человека решили, что этот отзыв очень помогает им в выборе товара. Давайте посмотрим теперь следующий отзыв. Это отзыв на вторые наушники, которые более старые. И вы видите, что отзыв на более дешевые наушники это просто copy and paste причем посередине предложения обрубленный из более старого отзыва, который висит уже полгода. Кстати, вот этот исходный отзыв Amazon почему-то подчистил, его больше нет, а вот этот отзыв, который явно сделан позже copy and paste методом, он по-прежнему существует. Вот, давайте перейдем дальше. То есть, я хотел добавить комментарий, что это не то, чтобы я сидел и месяцами выискивал эти примеры. Это первые примеры, в которые я ткнул пальцем. Я, конечно, научился их искать, но методика, в общем-то, простая. Если вы ищете что-то с пятью звездочным рейтингом дешевое и и fulfilled by Amazon, то самые топ варианты будут фальшивые, с огромным количеством фальшивых отзывов. Поэтому я просто брал первый попавшийся, как в случае наушников, листень и брал, в общем, любое ревью, и оно оказывалось фальшивым. Теперь я хочу пару слов сказать о том, кто нас защищает. Ну, насчет нас не знаю, но тех, кто живет в Соединенных Штатах, точно, по крайней мере, пытается защищать. Есть такая Federal Trade Commission, ее основная миссия это бороться с нечестными методами ведения бизнеса, направленными на искажение честной конкуренции и обман потребителя. Вот, видите, в частности на этой картинке тут они борются со всякими недостоверными утверждениями насчет лечения от ковида. Давайте я скажу, почему это важно, мне кажется. Последний год ситуация очень сильно изменилась и в прошлом году был первый случай, когда Федеральная торговая комиссия наказала компанию за заказ фальшивых отзывов. И было три случая в этом за последний год таких последний случай буквально пять дней назад. И я сейчас совсем коротко скажу, как конкретно эти компании обманывали нас. Ань, можешь следующий слайд показать? Вот самый первый случай в феврале прошлого года случился. Компания под названием Cure Encapsulations продавала на Амазоне пищевую добавку. Вот, вспомнил. Пищевая добавка под названием Garcinia Камбоджа. Она помогает вам терять вес, терять аппетит. Очень массово покупаемая вещь. Вот директор этой компании заказал на сайте, который здесь подчеркнут, заказал он всего лишь 30 отзывов по 3 отзыва в день и заплатил за это 1000 долларов. Ну, кроме этого преступления он совершил еще одно важное преступление, поэтому эту компанию оштрафовали сильнее, чем другие. Он еще в описании этого товара много чего людям обещал, что они будут терять вес, а они видимо не теряли. Вот, и эту компанию оштрафовали на 50 тысяч долларов. И точнее им сказали так, больше так не делайте, вот, 50 тысяч долларов заплатите и еще пожалуйста заплатите налоги, которые вы не заплатили. Это было не решение суда, это был settlement, то есть вне, как это по-русски называется, может кто подскажет, в общем это был договор между Federal Trade Commission, продавцами и судом, что закрыть это дело по общей договоренности. То есть обычно в таких случаях нарушающая сторона даже не обязана признавать, что она что-то нарушала. Вот, то есть наказание довольно мягкое. Давайте я вам расскажу про второй случай, который гораздо более интересный. это в отличие от первой компании, такая как первая компания, их миллион, можно прямо сейчас залезть на Amazon, и вы увидите десятки, сотни компаний, которые продают тот же самый продукт, ну, немножко с разными картинками, с неплохими отзывами, то есть проблема в том, что это не очень работает, система защиты работает не очень хорошо, потому что очень легко обходить все эти, все эти, обходить правила Federal Trade Commission, более того, Federal Trade Commission, у них просто нет ресурсов ловить каждого из этих десятков тысяч продавцов. Вот, но вот эта компания гораздо более интересная, потому что в отличие от компании Cure Encapsulations, это известный бренд, который производит косметику высокого, то, что называется luxury категории, и, то есть кремы этой компании стоят 100 долларов и больше за маленькие баночки, они еще очень искусно делают баночки так, чтобы они выглядели побольше, но на самом деле очень маленькие, но это уже совсем другая история. Вот, эта компания в основном продает через Sephora, тоже через Amazon, через разные платформы, вот, и у этой компании очень сильная brand name, торговая марка, не знаю, как правильно по-русски сказать, вот, то есть это известная компания среди людей, которые пользуются лечебной косметикой, вот, что они делали, сейчас я вам расскажу, и я даже покажу, попрошу Аню показать следующий слайд, они инструктировали всех своих сотрудников, они просили каждого сотрудника написать фальшивые отзывы, причем, когда их платформа Sephora стала ловить, они подробно изучили вопрос, как обходить систему отлова Sephora, и дали подробные инструкции, как пользоваться VPN, как создавать разные учетные записи, как эти записи поддерживать, прокачивать, то есть, каждый сотрудник должен был создать несколько учетных записей, один человек живет в Техасе, другой в Миннесоте, третий в Нью-Йорке, и писать фальшивые отзывы высокого качества на вполне конкретные товары, и постить их в вполне конкретные моменты времени, когда компании это было стратегически выгодно. Более того, они еще должны были отчитываться скриншотами перед менеджментом. И имейлы эти писали высшие руководители компании, в том числе и сама CEO, директор компании. Слушайте, а можно я эту минуту прерву? Просто в наших византиях московских этим специально занимаются reputation marketing teams, и вот ровно такая инструкция, ничего, nothing special что называется. Это нормальная такая вот кусок работы, прошу прощения, что перебиваю. нет проблем, это конечно очень распространено, в Америке это незаконно, но бороться с этим по-нормальному не получается. Мне интересно в этой истории было, как наказали эту компанию, то есть в данном случае это известный бренд, их поймали что называется с поличным, и нарушение довольно серьезное, казалось бы. решение, опять же это был договор по суду, договорились так, что они больше так делать не будут, и все, вот, это единственное наказание, но, правда, если они еще раз так сделают, за каждый случай, что их поймают, их будут штрафовать примерно на 40 тысяч долларов, вот. Там был даже небольшой скандал, несколько судей, не судей, правильно это называется, комиссионер, то есть несколько членов этой комиссии, Federal Trade Commission написали небольшой текст, свое личное мнение на этот счет, и они были недовольны таким мягким решением, вот. Но в данном случае разница такая, что вот компания, которая продавала какие-то пищевые добавки, она может легко поменять имя и открыть десятки таких магазинов на Амазоне и продолжать этим торговать. А компания Sunday Rally, у нее был сильный бренд-нейм и вот нам интересно, как они пострадали от этого или не пострадали. Но интересно то, что хотя вот все люди покупают на Амазоне и даже среди нас большинство людей знакомы хорошо с Амазоном, почему-то вот такие новости, казалось бы, важные, они очень быстро уходят на второй план и их не так-то легко в интернете раскопать. легко, но они возможно там есть некоторая манипуляция тем, что эти новости становятся не очень visible. Вань, 29 минут. Да. Хорошо, давай тогда на этом остановимся. Я хотел еще сказать про одно маленькое исследование. Можешь перелеснуть на несколько слайдов через да, вот пусть будет вот этот. Я хотел сказать, что примерно год назад тоже было независимое исследование отзывов на Амазоне и которая показала, что более 60% отзывов в некоторых категориях фальшивые. В частности, это касается, вот я подчеркнул тут, мелкой электроники. Вот. Все, что касается косметики, электроники, Ты занимаешься этим? Да. Можно еще один слайд. Секунду. Жень, ты ты сам адмитываешь народ? Да, адмитываю, а никто не просится. See waiting room. Это вы, ребята, это тоже видите? Я это вижу. Я вижу двух человек. Ну вот, я их адмитываю, но мне надо этим заниматься? Нет, не надо, прошу прощения, мой посек. А, хорошо, все, давай. Sorry. Да, хорошо, да, я хотел сказать, что пищевые добавки, косметика, электроника и кроссовки, все эти категории, более 60% отзывов фальшивые. И это после того, как Amazon фильтрует. Amazon фильтрует довольно агрессивно, он особенно не любит мои отзывы, наверное, догадывается, что я их тоже немножко недолюблю. вот. Ну, собственно, все, давай, Ань, перейдем тогда к полу и к следующей части, или, может быть, кто-то хочет задать несколько вопросов. Ты посмотри, что у тебя тут, Ваня, это все еще нужно, или мы уже все... Давай следующий слайд. Да, я хотел сказать, основные причины, почему система защиты потребителя не работает, потому что нарушать ее дешево и легко, у людей довольно высокий уровень доверия к тому, что пишут вроде как другие люди, и платформам абсолютно невыгодно с этим бороться, потому что, ну, представьте себе, что все эти товары, которые я показывал, они уже лежат на складе Амазона. Какой им смысл их не продавать? Вот. Давайте перейдем... Да. Короткий вопрос. Очень короткий, и это по поводу... А негативный ревью тоже фальшивый часто бывает от других, скажем, компаний-конкурентов? Или... Да. Только позитивный. Это прям как раз я хотела рассказать. Может быть, я вклинюсь, прежде чем вы ответите, потому что у меня... Давай-давай. Ну, скорее такая... На самом деле, когда я вела один из брендов российских, мы столкнулись с ситуацией, и я раскопала на самом деле историю, которая, как мне сказали, да что ты говоришь? Это и так было всем известно и понятно. Есть такая система отзовик. Она прям так и пишется отзовик.ру. Там про все бренды, про все услуги каждый может что-то написать, якобы каждый. На самом деле, пишутся в основном негативные отзывы, которые пропускаются, а за позитивные отзывы... Позитивные отзывы не пропускаются от потребителей, причем совершенно честно люди пытаются писать, и если нужно этот позитивный отзыв разместить, то команда программистов дает знать бренду, что им, программистам, платят не так много. Если они хотят, чтобы на этом сайте появился этот отзыв, они должны как-то их подкормить немножко. Вот, собственно, такая вот интересная история. Я хотел тоже комментарий по этому вопросу дать. То есть, в основном, если говорить об Амазоне, в основном все отзывы положительные. То есть, огромное преимущество отзывов положительных. Вообще, отрицательных отзывов очень мало. И если разговаривать с продавцами, они, конечно, их, конечно, больше всего беспокоят отрицательные отзывы конкурентов. С точки зрения потребителей, я бы сказал, конкретно на Амазоне эта проблема маленькая. Но она существует. Вот. Но, да, меня в данном случае немножко больше беспокоит проблемы потребителя, чем проблемы продавцов. Хотя продавцы тоже в каком-то смысле потребители. Это же люди, ладно. Слух Амазона. Да, тоже люди, да. И, да, я поэтому сейчас пытаюсь разговаривать с продавцами. Если среди вас есть такие, будет очень интересно поговорить. Да, есть очень много... Если можно, я немножко добавлю, я просто много работаю с маркетплейсами. И есть, в общем, понятное полиси, что если ты хочешь выяснить, насколько перед тобой реальный отзыв или фальшивый, первое, что ты делаешь, это делаешь чек-профайл того персонажа, который оставлял отзывы, дальше спокойно его гуглишь, выясняешь, что он оставил еще 2800 одинаковых отзывов на группу товаров одного и того же производителя, после этого спокойно делаешь, фильтруешь и сабмитишь в абьюз. И, в общем, и все. И на этом все заканчивается. Обычно это делает любой более-менее ответственный продавец. И для того, чтобы поддерживать комьюнити, Amazon таких продавцов, которые, в общем, вовремя сигналят, регулярно награждают всякими плюшками. И, кстати, не только Amazon, но и eBay точно так же. То есть, первое, за что отвечает добросовестный продавец, это за то, чтобы у него не заводились вот такие вот боты маркетплейсные. Спасибо. Да, я тоже хотел по поводу этого прокомментировать. Тут уже я хочу вступиться за продавцов. То есть, на Амазоне есть куча проблем у продавцов, которые они пытаются решить. И вот уже некоторые проблемы висят минимум года-три и никак они решаются. То есть, если поговорить с продавцами, они очень сильно будут недовольны тем, как Amazon защищает их от разного рода махинаций. Ну да, про это тоже я с удовольствием могу поговорить, но давайте, наверное, уже после доклада, чтобы мы двигались, наверное, к более интересным и менее таким анекдотическим историям. Да, Ваня, у него уже глаз наметан, поэтому, в общем-то, никакой ревью не может пройти мимо него, не опознавший Ваня. Ну как же, это неправда, я наушники-то купил, вот, они не работают. Это было перед тем, как ты начал над этим работать. Нет, это в середине было. В середине, ну все же, знаешь. Короче, давайте посмотрим, how are we doing. Это будет такой вот, типа, crowd experiment, который мы сейчас делаем. Для этого я закончу шерить экран, а Ваня как раз начнет, а я запущу пол. Значит, вам надо будет посмотреть на экран, который Ваня запустит, и на пол, который я запущу. Давайте посмотрим, что это работает. Я пока... Вот, работает. Ну, покажи первый ревью, дай людям почитать его, и вопрос у нас будет довольно простой. Я делаю launch polling. По твоей команде, ты включай пол, а я включу текст, чтобы все было по-честному. У вас сейчас, я когда включу пол, то он будет загораживать людям ревью, поэтому я хочу, чтобы они сначала его прочитали у тебя. Да, давайте тогда я маленький комментарий. Мы сейчас вам покажем серию отзывов. Они могут быть как фальшивые, так и правдивые. И хотим потренироваться, посмотреть, насколько вы хорошо определяете ложь. То есть вопрос про каждый из этих ревью будет или authentic, или fake. вам надо будет выбрать. Внимание, показываем первый текст. Это отзывы на отели. Какой бы из рейд, сколько процентов фальшивых? Не скажем, не скажем. Это важно. Не, Вась, мы потом это скажем. Потом скажем, да. Сейчас мы спрашиваем про этот, да, специфический ревью, вы его все видите, да? Давайте читать. Это про отели, они все будут про отели. Я теперь никого не вижу, к сожалению, вижу только свой текст. А у тебя голосовать стоит? Сейчас будет, я дам людям... Беспокойся. Я дам людям время прочитать. Только друг другу не подсказывайте, особенно те, кто по два сидят. Давайте я попробую launch polling сделать. Если кто-то сидит вдвоем, можно, или там втроем, можно первый отзыв один, второй, другой, третий, третий, четвертый, четвертый, пятый, пятый. Это да. Так, хорошо. Вань, мы готовы со следующим ревью. Давай. Показывает? Да. А у меня не показывает пола. Я его еще не высветила. А. Готовы, да? Готовы. Так, хорошо. Давайте теперь так. Вань, мы что дальше делаем? Показываем результаты? Да, нет, давай пока сейчас не покажем, а чуть-чуть попозже покажем. Хорошо. И я пока сейчас продолжу презентацию со своего экрана. Давай. Маленький комментарий. Вот почему люди изучают отзывы. Мы тут повесили несколько ссылок для вас. Я очень быстро по этому слайду пройду. Это два не важно. Вот этот третий, это важно. Это говорит о том, что люди в среднем очень наивны по поводу отзывов, которые они читают онлайн. То есть в основном люди предполагают, что они правдивые. Теперь и последний пункт, то, что люди обычно очень плохо определяют ложь или не ложь. И вот давай, Анна, теперь поделимся нашими результатами обоих полов. Ты можешь это вывести на экраны у всех? Да, сейчас я выведу. Только хочу сказать заранее, что понятно, что это не чистый эксперимент, что то, что у нас здесь получилось, это в контексте лекции. То есть, в общем, все, что вы сейчас увидите, у нас будет что про это сказать. Давайте я... Ну, какой сначала? Я сначала первый покажу, да? Результаты первого. Вот что у нас получилось. Ну, вот тут вот по первому отзыву видно, во-первых, что у нас очень скептичная группа. То есть для нашей группы совсем не работает этот truth-bias, который... Это называется истина по умолчанию, когнитивное искажение. То есть люди предполагают, что то, что им показывают, скорее всего, правда. В данном случае объяснений может быть много. Например, то, что я сюда позвал кучу людей, которым я рассказывал некоторые детали наших исследований, и они могли быть более скептично настроены, чем средняя публика. Ну и вообще, я думаю... Ты еще прямо перед полом сказал, что почти все фальшивое. То есть у нас уже был base rate, bias на ставить фальшивое. Ты просто нам это явно сказал. Я вас запугал картинками с Амазона, да, конечно. Это тоже имеет эффект. Вообще, все проведение этого эксперимента, оно бессмысленное. Нам, конечно, никто такое опубликовать не разрешил бы, потому что все было сделано неправильно. Но, тем не менее, мы можем сделать вывод, что после, по крайней мере, первых 20 слайдов вы стали очень скептической группой. Вот. И давай покажем следующий пол, если можно и как-то время показывать. Но народ хочет узнать. Одновременно не получится. А я скажу сейчас. Не получится. Почему? Я же делюсь с экраном, а они у меня на экране. То есть, по идее, если люди будут смотреть на презентацию, они должны увидеть оба пола сейчас на ней. Если ты второй, Даша, или нет? Нет, я могу только перейти с одного и другого. Делись вторым. Ну, вы запомнили 2278, да? Да. Да. У вас настолько скептическая группа, что даже правдивый отзыв в основном люди отметили как фальшивый. То есть, 78% участников... Нет, это был... Что, Ань? Это был фальшивый. Нет, это был правдивый. А, может, наоборот. Первый был правдивый, он с грамматическими ошибками. Нифига, нифига. Он фальшивый, Юлька. Он фальшивый. Первый был фальшивый, а второй с правдивый. С грамматическими ошибками, он фальшивый. Да. Но вот во второй тоже вы отметили, что он фейк, хотя он рил. Я в очень большой мере ориентируюсь на наличие грамматических ошибок, если они... Естественно, я тоже. А, прости. Я влез. Да, ничего страшного. Давайте я немножко суммирую. То есть, у нас... Вы, большинство людей, подумали, что все неправда. И просто вы скептики. Средняя ваша точность была неплохой. Существенно лучше, чем средняя точность... Вторые результаты тоже перекос в сторону фальшивого. Но на самом деле второй отзыв правильный. Нормальный, хороший отзыв. Но в среднем все-таки ваша точность получше, чем средняя точность у людей. А средняя точность у обычных людей на уровне угадывания. Чуть-чуть выше. Давайте я перейду к следующему слайду. И что я хочу сказать? Я хочу вам рассказать про то, как занимаются этой проблемой люди, которые умеют делать анализ данных. Вот на примере одной из таких работ, которая была одна из первых и одна из наиболее качественных сделанных. Есть такой Майл Отт. В то время он был в Корнеле, и они с компанией провели такой эксперимент. Они собрали 1600 отзывов на отеле. 800 фальшивых. С Amturk, это платформа Амазона, которая позволяет проводить онлайн-эксперименты. А 800 они собрали с TripAdvisor. Это большая платформа, на которой люди пишут отзывы. Они предполагали, ну то есть они попросили людей на Amturk написать фальшивые отзывы, а с TripAdvisor они предполагали, что отзывы все правдивые. Правда, они делали довольно много проверок, пытаясь этого добиться. И они построили классификационный алгоритм, используя в качестве параметров биграммы и еще 90 некоторых параметров. И их алгоритм давал около 90% точность на их корпусе. То есть довольно неплохой в то время результат был. Сейчас есть лучшие результаты. Но суть в том, что они из этого алгоритма смогли узнать что-то про язык. Про язык лжи. И они узнали, например, что лжицы больше используют личные местоимения и еще много разного. Но проблема в том, что разные работы такого рода, которые используют данные и приходят каким-то следствием по поводу языка. Они получают разные результаты. В частности, вот команда из Корнелла, она в одной работе получила, что лжицы больше используют местоимений и личных, а в другой работе с точностью наоборот. Отчасти это может совершенно по разным причинам происходить. Но я хочу вернуться к предыдущему слайду. По-моему, я сейчас показываю, но я почему-то не могу. А, вот, могу. Да, одна из причин, мы никогда не знаем, что на самом деле твой алгоритм классифицирует. Ты можешь думать, что он классифицирует ложь и правду, а может быть он классифицирует что-то про, что-то специфическое про источник этих отзывов. Они же собирались совершенно разных платформ. Вот. И поэтому ты никогда не можешь быть уверенным, что у тебя классификация дает. И более того, не всегда можно какие-то разумные выводы сделать про язык, смотря на вот эти параметры твоей натренированной модели, которые получились. Вот. Я хотел пару, немножко вас развлечь, а то вдруг вы устали, и показать вам достижения современного машинного обучения от Гугля и от Амазона в данном случае. Простите, если кто-то работает в Фейсбуке, если я вас забыл, просто не успел найти интересный пример. Вот пример от Гугля. Это пример, это подсказка Гугля, которую он дал мне, как ответить на письмо моей жены. Вот. Сейчас вам появится слайд. Вот. Почему-то Гуголь решил, что я своей жене обязательно отвечаю на французском и должен ей ответить «Спасибо, мама». Вот. И мне, конечно, было очень обидно, потому что я очень долго настраивал все свои гаджеты так, чтобы Гуголь знал про меня все. Я хотел, чтобы Гуголь мне давал очень хорошие рекомендации, все про меня знал, и Гуголь должен про меня абсолютно все знать, но почему-то он думает, что моя жена пишет мне имейлы по-французски и что она моя мама. Вот. Теперь Амазон. Вот замечательный отзыв, который висит на Амазоне. Ну, может быть, он висит три года, он был запущен в 2017 году. Я его скопировал три дня назад. Вот. Вот такой замечательный отзыв на Амазоне проходит, а мои длинные подробные отзывы иногда не проходят. Вот. Ну, конечно, это все так для смеха, может быть, они миллион раз делают правильно, один раз неправильно. И, кстати, так часто бывает с машинными алгоритмами, что они ошибаются в каких-то вещах, которые для нас очевидны, а для компьютера они совсем не очевидны. Но, тем не менее, вот не все еще идеально в искусственном интеллекте. Вот. Поэтому, но не совсем поэтому, а все-таки в первую очередь потому, что нам не нравится, что разные исследования делают разные выводы про язык, мы решили, что нам неинтересно делать data-driven approach, нам интересно делать theory-driven approach, ну, по крайней мере, то, что мы называем theory-driven approach. И что это значит? Значит, это значит, что мы задаемся вопросом, что происходит в голове у человека, когда он пишет фальшивый отзыв, и как это повлияет на его язык. Вот. Теперь я передаю слово Ане, и Аня нам расскажет что-то про язык в конкретной ситуации лжи. Так, Ань, ты поделишься сама презентацией, да? Спасибо. Спасибо. Да, извините, я была на мьют все это время. Значит, что у нас получается? У нас получается, что, грубо говоря, мы можем поделить ситуацию, как мы рассказываем о наших experiences. мы можем поделить как бы на две, грубо говоря, на две ситуации. Мы рассказываем об experience, который с нами таки происходил, мы там были, все видели, слышали своими глазами и ушами, или нас там не было. То есть мы рассказываем о каком-то вот что-то, что с нами реально не случилось. И вот так мы определяем fake и real review. Откуда мы берем слова или язык, чтобы рассказать о чем-то, о каком-то experience, где нас не было? Мы берем слова из нашего лексикона, из всего, что вот сидит у нас в голове, из нашей памяти, из особой части этой памяти, которая называется semantic memory. Semantic memory – это вот просто вот как бы все слова, которые связаны, ассоциативно связаны у нас в мозгу с этим experience. И, например, там будут какие-то факты, какие-то просто concepts, термины, просто вот как бы вот скопище слов. Что происходит, когда мы рассказываем по сравнению с этим, когда мы рассказываем о каком-то experience, который с нами таки случился? У нас другая память работает. Работает, я не говорю вместо, но включается память, которая не включается во время того, как мы описываем ложные, вот experience, который с нами не случился. Включается то, что называется episodic memory. В исследовании она так называется. Это память о специфических episodes, да, специфических events, которые с нами происходили. И поэтому те слова, которыми мы будем пользоваться, кроме слов, которые они все еще у нас есть, вот эти semantic memory, вот эти слова у нас все еще есть, кроме них мы еще будем использовать слова, которые описывают что-то, что произошло. Значит, у этого будет, в смысле, как характеристика, у этого будет больше связь с каким-то определенным временем, с местом, с каким-то вот хронологией того, что происходит после чего. Вот как бы подумайте, если я вас спросила, попрошу рассказать про последние, вспомнить, когда вы в последний раз куда-то ездили. Это сейчас немножко грустно, но, тем не менее, вы можете припомнить, да, как вы куда-то ездили. Я сейчас вам расскажу, как я куда-то ездила, как я куда-то летала. Вот, и сравню это с другим рассказом. Расскажите мне про ваш последний полет на Луну. Тоже очень authentic сейчас, но эти полеты в космос, но они случились не с нами. Поэтому, когда мы будем рассказывать, кроме как если мы не Лампстронг, когда мы будем рассказывать об этом, у нас другие слова будут, другой язык, и строение языка тоже другое. Но сейчас вот про слова. Вот, скажем, я рассказываю про полет на Луну. Если бы я сейчас села и подумала, да, вот вы сейчас представляете себе, как вы будете... Звук Оксана, если можно убрать. Анька, ты пропала. Да, 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 потому что Жека меня мьютил. Семантик мемори. У меня, вот, я рассказываю, как я лечу на Луну, значит, outer space, moon, air, earth, я не знаю, там, gravity и так далее. А как-то мы недавно летели через Канаду, летели во Францию, собственно, в Европу. И на security нас остановили, попросили у нас заполнить какие-то специальные, какой-то authorization, какая-то новая штука, которую мы о ней не знали, знать не знали. И мы там, мы чуть не пропустили наш полет, потому что у нас шесть человек в семье, на каждого пять минут заполнять этот бланк или whatever, и мы забыли наш пассворт. Короче, это все было очень душтрепательно, весь этот момент. Рассказ про полет на Луну совсем другой. Даже если я буду выдумывать, какой был красивый вид, и как я там еще чего-нибудь придумаю, и, в общем, говорят, что люди, которые, ну, писатели, люди, которые хорошо это умеют делать, в отличие от меня, они будут рассказывать немножко более связанно, у них более красиво получится. Все равно тип... Тип слов здесь вот в этих двух разных кружочках, он разный. То есть тип слов, тип языка, который мы ожидаем увидеть у людей, он разный. В зависимости от того, рассказывают они про authentic experience или fake. Немножко более, I guess, research language. Мы думаем, что языки будут отличаться конкретностью, то есть вот более конкретные будут слова приходить, и experiences будут приходить в голову, когда описываем authentic reviews. Когда мы описываем fake reviews, слова по своему типу, они более абстрактные. Что такое конкретное абстрактное, сейчас мы расскажем. Вот, а еще мы думаем, что люди будут пользоваться большим количеством слов, которые редко встречаются, вот в этом, когда рассказывают про этот experience. А люди, которые рассказывают про experience, то есть типа выдумывают, будут пользоваться меньше. То есть в основном будут пользоваться большим количеством слов, которые, в общем, обычно используют, когда описывают вот этот вот experience. Вот, сейчас я подумаю, если есть еще что-то. Да, вот, теперь я, собственно, Вань, я, наверное, сейчас отключу опять свой share screen. Спасибо, я включу. А ты включишь, да? Да, ты, собственно, можешь включить и меня перебить. Да. Сейчас у нас будет второй эксперимент, точнее уже, да, наверное, третий. Мы зададим вам один вопрос. И прежде, чем мы его зададим, я вам немножко расскажу про один, про набор текстов из одного из наших экспериментов. В этом наборе все, что вам нужно на данный момент знать, 56 с половиной тысяч слов, а размер словаря этих всех текстов примерно 2800 слов. Это означает, что уникальных слов по написанию 2800. Вот, вопрос, который мы вам хотим задать, это какой процент слов в нашем корпусе, имеется в виду, какой процент уникальных слов от 2806 слов встречается только один раз, всего лишь один раз во всем этом корпусе, то есть во всех-всех-всех-всех текстах вместе взятых. Можешь запустить, Аня, этот вопрос? Так, и подождем немного. Вань, повтори, пожалуйста, условия. Да, условия должны тоже быть на вашем экране. У нас в тексте 56 с половиной тысяч слов, размер словаря 2800. То есть уникальных слов 2800. Какой процент этого словаря встречается только по одному разу? То есть есть слова, которые в тексте, ну, условно я назову сейчас ред. Не важно какой, конкретно. Это наш текст, это некоторые отзывы на какие-то товары. Но это не важно. Аня вам расскажет потом про этот текст, но это отзывы на некий ап, некоторое приложение в интернете. Могу больше деталей про него дать, но достаточно специфическое приложение. Ну, exercise app. И отзывы писали люди в целом знакомые с этой темой, если это важно. Я заканчиваю пол. Да. Спасибо, Ань, большое. Можешь сразу вывести его на экран. Я хотел сразу сказать, вот сейчас идет один из самых интересных для меня разделов. То есть когда мы стали заниматься языком, оказалось, что в языке много разных статистических закономерностей, которые достаточно неинтуитивны. То есть в данном случае правильный ответ от 40 до 60. И видно, что... Ну, вот интересно, что было много людей, которые подумали, что даже больше. То есть до 80% слов, ну, 7 человек, встречаются один раз. Тут просят начнить, что такое, что значит один раз. Один раз значит один раз. Это значит, вот если, например, слово собака, вот оно в таком написании больше не встречается никогда в тексте. Во всех текстах ни разу больше не встречается. Или там любое другое слово возьмите. Один раз значит вот один раз оно во всех текстах. Один раз во всем корпусе. Вот типа вот все, если мы все слова бросим вот в одно ведро. Да. Пусть проще так. У нас один текст. Да, у нас один большой текст, который я просто пояснил, что он собран из тысячи отдельных текстов про одно и то же. Вот. И сколько слов встречается только один раз? Вань, поехали. Вань, ты же сказал, что всего разных слов 2800, vocabulary size, как же из 56 тысяч слов может быть 40% разных, если всего разных слов существует 2806? Нет, я сказал от размера словаря. Какой процент словаря встречается только один раз? То есть от 2806 разных слов, да. Да, ну, прошу прощения, может быть вопрос я объяснил недостаточно четко. От модератора просьба длинные дискуссии оставить на потом. Да, хорошо. Ну, я извиняюсь, что недостаточно хорошо объяснил этот вопрос. Речь идет о том, что в нашем тексте 42% слов словаря, то есть 1173 слова из 2806 встретились только по одному разу. Обычно это такой неинтуитивный факт, то есть в основном люди считают, что Вася, который говорил, он как раз знает более-менее правильный ответ на этот вопрос, но большинство людей считает, что слова повторяются по многу раз. И если посмотреть на слова, которые повторялись мало, которые, например, встречались один раз, это, в общем-то, будут ничем не выдающиеся слова. Часто. Вот. И это фундаментальное свойство текстов, то есть есть некоторое приближение, в котором все тексты будут им обладать. В связи с этим я хочу рассказать вам с одним статистическим законом про тексты, который известен во-первых, давно, называется он «Закон ЦИПФа» и по-русски, по-английски он называется «ЗИФЛОВ». Это был такой гарвардский ученый, который родился в Германии, поэтому по-русски он оказался ЦИПФом, а по-английски «ЗИФФом». Вот. И давайте я продолжу показывать слайды. Речь идет о следующем. Если посмотреть на какой-нибудь большой текст, в данном случае это больше 80 тысяч статей из Associated Press, вместе взятых, вместе слитых в один текст, и посмотреть на распространенность слов. Ну, самое распространенное слово, вы видите здесь, слово «Артикль ЗИ». Он встречается больше двух миллионов раз. Следующее по распространенности слово «ОВ». И вы видите, третья колонка, называется буквой «Ар», она нумерует ранг слова. То есть это какой по распространенности это слово. Слово «The» первое по распространенности, слово «ОВ» второе и так далее. Теперь, если построить кривую частота, количество, сколько раз это слово встретилось в тексте, в зависимости от ранга маленькая «р», у вас получится обратный закон. То есть один делить на «р». Ну, какая некоторая константа делить на «р». Это оказалось очень фундаментальным свойством, оно наблюдается во многих системах, созданных людьми. Например, во многих языках, почти во всех языках, даже в искусственных, в языках программирования. Наблюдается в вообще не связанных с языком вещах. Например, если посмотреть, как распределены города по количеству населения, то будет тот же самый закон ЦИПа. Вот у меня есть график в логарифмической шкале, поскольку у нас обратный закон, это будет выглядеть линией. Видно, что здесь на низких рангах, то есть по оси Х у меня ранг, то есть какое по порядку встречаемости это слово в корпусе, а по вертикальной оси частота, сколько это слово встречается в корпусе. В данном случае она нормирована, но это не важно. Видно, что на хвостах немножко закон искажается, но вообще он верен в очень больших диапазонах. Я проверял там миллионы слов, и это работает. И хотя интуитивно кажется, что если писать все более и более длинный текст, у вас слова должны... Должно не остаться слов, которые не повторяются. Вопрос. Давай. Можно я тебя прежу с вопросом? А ты не мог бы еще раз определить, чем отличается корпус от вокабулярия? Что-то я вам запуталась, и судя по чату, народ тоже запутался. Хорошо. Корпусом я называю набор всех слов в эксперименте или там в каком-то искусственно собранном наборе текстов. То есть корпус – это набор всех текстов, которые мы условно для каких-то целей сложили вместе. Соответственно, слова из корпуса – это все слова, которые в этот корпус входят, входят, а словарь – это слова, просто список уникальных слов. Понятно, что у вас некоторые слова повторяются, да? Если я вам... Вот вам простое предложение, которое состоит из слова «собака», повторенное 10 раз. Собака, 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 да? У этого... В этом корпусе 10 слов, но словарь длиной один. Там только одно слово уникальное. То есть я различаю слова, то есть слова я считаю в корпусе все, но я обычно поясняю, что я имею в виду, а если речь идет о словаре или о количестве уникальных слов, это вот длина цепочки уникальных слов. Майка, нам надо быстрее. Да, я заканчиваю со статистической частью. В общем, закон ЗИПФа довольно хорошо выполняется, и он приводит к тому, что если бы закон ЗИПФа выполнялся абсолютно точно, то у вас было бы ровно 50% слов, которые повторяются... Ну, то есть, понятно, там распределение было бы некоторое, но его среднее было бы около 50%. То есть в среднем тексте, независимо от длины, 50% слов повторяется один раз. Давайте я перейду к двум параметрам, которые мы с Аней очень часто считаем в наших экспериментах. Мы много чего считаем, но вот два из них я хотел определить, потому что Аня будет рассказывать про них, про результаты некоторые с ними связанные. Два параметра. Это частотность слов. Мы это называем количество редких слов. По-разному называем, к сожалению. И конкретность текста. Давайте я сначала расскажу про редкие слова. Мы считаем слово редким, если оно встречается в тексте, если оно встречается во всем корпусе, реже, чем среднее слово. Ну, представьте, вот у вас там было 56 тысяч слов, словарь 2000, то есть среднее слово встречается 28 раз. Значит, любое слово, которое встречается реже, чем 28, мы будем считать редким, а остальные слова нередкие. И мы можем считать для каждого отзыва, какой процент слов в нем относится к таким редким словам. И работать вот с этой величиной. То есть у нас у каждого отзыва будет параметр использования редких слов. Вот я хотел вам показать картинку распределения слов по, в данном случае, по тому, сколько раз они встречаются в корпусе. То есть по оси Х, это сколько раз слово встречается в корпусе, а по оси Y, это сколько таких слов, возможно, тут нормировано, я не помню, сколько таких слов в разных категориях людей, которые отвечают. Плюсиками обозначены люди, которые пишут правду, кружками, которые врут. И вот видно, что люди, которые пишут правдивые отзывы, что у них в среднем отзывы более правдивые. Ой, извините, больше используют редких слов. Давайте я перейду к конкретности или абстрактности, наоборот, поясню, что значит. Мы работаем с понятием, с категорическим понятием конкретности. Я, к сожалению, не очень знаю, как это правильно все говорить по-русски, но представьте, что вот у вас есть слово produce в английском языке. Это то, что вы покупаете всякие фрукты, овощи, которые вы покупаете в магазине. В английском есть одно слово для этого. Следующий уровень, более конкретный уровень, это какой конкретно produce. Это может быть овощ или фрукт. В данном случае на шкале показан фрукт. Дальше фрукты могут быть разные. Может быть яблоко, может быть апельсин. В данном случае апельсин. Ну и яблоко, извините. Яблоки тоже могут быть разные. И можно идти по этой шкале как вверх, так и вниз. Вот что мы называем конкретным словом. Теперь, допустим, у нас есть определение, что такое, какое конкретности слова. Мы просто можем считать глубину в этом, на этой шкале конкретности, расстояние от какого-то корня. Это будет показателем конкретности конкретного слова, выбранного слова. Но дальше нетривиальный шаг. Как мы от понятия конкретности отдельного слова переходим к понятию конкретности целого текста. И сейчас я коротко про это постараюсь рассказать. Для определения конкретности индивидуального слова мы используем WordNet. Это такая база данных всех слов. По-английски это называется English Language Lexicon, созданное в Принстоне еще в 90-е. И если вы выберете там существительный отель, вот как на этой картинке, вы увидите, что он является частью категории здания. Здание является частью категории структура. Структура является частью категории. Дальше уже пошли какие-то совсем непонятные слова. Но самое корневое слово для всех существительных в WordNet это слово Entity. Это нам было удобно, что у всех веток один и тот же корень. То есть мы можем определить конкретность всех слов сравнительную относительно одного и того же корня. Это удобно. Теперь как мы переходим на конкретность целого текста? Мы решили посчитать количество более абстрактных текстов, которые можно написать, если заменять каждое слово в этом тексте, на слово более абстрактное из вот этого вот дерева. Вот. Это число очень легко считается. Такое у нас получается число состояний. Поскольку я когда-то был физиком, я вспомнил почему-то тут про энтропию и взял логарифм от этого дела. Вот. И у нас получилась очень удобная величина, которая аддитивная по словам, и которая меряет конкретность всего текста. Вот такая вот история. И я хотел поговорить немножко про представление текста в виде деревьев. Я полдня пытался нарисовать эти деревья, и у меня ничего не получалось, и даже мой сын не смог мне в этом помочь. Поэтому я просто скажу словами, что мне очень нравится думать об этой задаче с точки зрения деревьев. Вот представьте, что вы текст заменяете деревьями. Например, вы можете использовать деревья из WordNet. То есть у вас есть корень, слово Entity, и вы можете на вот этом разветвленном дереве WordNet отмечать слова, которые входят в ваш текст. И дальше для этих графов можно очень много всяких величин посчитать. И можно подумать, чем эти графы будут отличаться у лжецов и у тех, кто пишет правду. Вот. Это одно из направлений, которым мы будем заниматься, которое мне очень нравится. Вот. Я перехожу... А, ну меня просили, кто-то из слушателей меня просил рассказать немножко, какое программирование мы делаем, как мы обрабатываем тексты. И вот у меня есть про это коротенький слайд. Мы делаем очень много с текстами, мы там исправляем ошибки иногда, хотя это часто не нужно. Мы убираем всякую лишнюю информацию, какие-нибудь символы, не несущие для нас дополнительной информации. Мы определяем структуры текстов, то есть предложения, отдельные слова. Мы обрабатываем эти предложения так, чтобы потом алгоритм с ними более точно мог работать. Например, определение частей речи в предложении зависит от того, с какой буквы там это слово написано. Некоторые люди пишут заглавными буквами все время. Вот это все иногда можно попытаться подправить. Вот мы много такой вот грязной работы делаем в питоне. Вот мы используем очень простую нейронную сетку, чтобы затагить все слова нашими частями речи. И мы обрубаем часто слова до корней, или наоборот, мы находим, как выглядит это слово в словаре. То есть, например, слово «собака» и «собаки», они могут быть одним и тем же словом с точки зрения Ворднета, и есть некоторые процедуры, которые приводят слова к одной и той же лемме. Лемма – это обычно то, как выглядит слово в настоящем словаре. Вот. Ну, я… Ань, бери в раздеправление в свои руки. Взяла. Спасибо. Аня вам сейчас расскажет про наши эксперименты. Ну что, силы есть? Хотим рассказать про три эксперимента. Если не хватит времени, если будем чувствовать, что народ устал, то расскажем только про два из них. Перед тем, как я рассказываю. Да. Давайте остановимся и спросим, есть ли вопросы. Давайте. Давайте. Был в чате вопрос от Оксаны, да? От Оксаны я ответила. Значит, нет. У меня есть вопрос, но я не уверена, если этот вопрос на сейчас или на потом. Когда Аня в самом начале еще говорила про как бы как язык определяет ложь или правду, мне было очень интересно, смотришь ли ты только на текст или на историю, потому что, например, когда работаешь с историческими документами, выяснилось, что все истории можно разобрать по пропу и от этого становится совершенно понятно, правдивы они или лживы, потому что сразу оттуда либо выпадают куски, либо впадают. У меня вопрос. Вы не смотрите на истории вообще, потому что как бы я со своей колокольной, когда читаю ревью, для меня совершенно очевидно, когда они правдивы, а когда они неправдивы, имеют ли они отношение ко мне или нет, потому что я смотрю на них как на истории. Если на их анализировать как связанную фабулу, то тогда из них сразу становится понятно, как бы это фейк или нет. Ну, то есть, может быть, я и ошибаюсь, но мне просто интересно, как бы смотрите вы только на текст или на, в смысле, только на отдельные слова или на текст связано. Спасибо. Да, да, Эк, мы, собственно, стараемся как бы в чистом виде немножко на это смотреть, потому что если все сочетать сразу вместе, будет сложно. То есть, наша теория, во всяком случае, она больше про то, как память влияет на язык, и поэтому это больше, как Ваня описывал, это больше мы смотрим на слова, чем на, скажем, если из них получается связанная теория история или менее связанная история, как бы coherence. На coherence не очень смотрим. Но при этом то, что это episodic memory, оно сразу выявляет некоторые слова, которые связаны со временем, с местом, вот как-то связь между ними, и от этого, собственно, и получается история. Ну, просто когда человек рассказывает реальную историю, он обычно туда приписывает фабулу. Человек, в принципе, не способен никогда говорить правду, потому что ее с точки зрения истории не существует. Поэтому, как бы, я поняла, вы просто на это не смотрите, потому что мне кажется, что это на самом деле удивительная возможность использовать истории как чтение, как бы, ревью, потому что это совершенно другой аспект. Но я просто хотела уточнить, что именно вы делаете. Thank you. Записываем. Там есть проблема одна, что отзывы обычно очень короткие, и я думаю, что в них может быть очень сложно смотреть на историю. Можно вопрос? Вопрос такой. Написание этих ревью приносит гораздо больше денег, чем ваша научная разработка. И сколько нужно времени для того, чтобы научить людей или компьютеры писать эти ревью, которые будут неотличимы от... Используя ваши достижения, выводы ваших исследований, писать неотличимые абсолютно ревью. Я думаю, что научить людей... Немножечко замечание, с вашего позволения, прежде чем ребята ответят. Уже сейчас есть куча контор, которые делают нормальные, внятные гайлайны, как написать отзыв, используя семантическое ядро по определенной товарной группе. При этом пишут не просто гайлайн с сообщением, добавьте эмоциональное сообщение по такой-то структуре, по такой-то схеме. Ну и условно есть стоп-слова, которые предлагаются не использовать, есть слова обязательные для не просто группы товаров, но и группы сайтов. То есть это вполне нормальная коммерческая услуга. Если сейчас просто взять, пойти погуглить семантическое ядро плюс marketplace, вас ожидает бездна. Да, я видел много таких советов. И я примерно знаю, на каких статьях, из каких статей они растут, но часто результаты в этих статьях могут быть неправильные. У меня очень быстрый вопрос. Учитываете ли вы знание языка, на котором пишутся эти reviews? Потому что очень часто человек, который не знает язык, ну в данном случае английский, они могут скопировать положительный фальшивый review, хотя они хотели сказать, просто дать положительный ответ. Ну, любое копирование это подлог с нашей точки зрения. Мы в экспериментах, мы строго следим, чтобы у нас были люди, которые говорят по-английски и, как правило, это американцы. То есть вы их убираете как фальшивые? Нет. Мы просто даже не просим писать. Мы... Я сейчас опишу эксперименты. Я думаю, может быть, станет немножко понятней, как мы их ставим и зачем мы следим, зачем мы специально, нарочно не следим. И вот это... Да, может быть, это вам ответит что-нибудь. Хорошо, спасибо. Можно вопрос, да? Да. Вопрос такой. Можно ли тренировать систему, натренировывать систему на распознавание реальных эмоций, воспоминаний и художественных вымыслов, просто натренировывая ее на художественных текстах и, скажем, мемуарах? Я не знаю. Ну, я думаю, что можно натренировать систему, которая будет отличать мемуары от художественного текста, но какой от этого будет польза? То есть, если вы захотите этот алгоритм применять на чем-то другом, он, скорее всего, не будет работать. Я забыл сказать, что вот тот алгоритм, который дает 90% точность на отелях, на нашем наборе отзывов тоже про отели, собранных примерно так же, дает точность 58%, то есть примерно хуже, чем ваша точность была вот на определении этого. Типа это очень context-dependent. Ваня, вы пробовали вот эти метрики про конкретность и так далее, ну вот про фантазию episodic versus semantic memory проверять, например, на, я не знаю, там, журналистские публикации писатели или там condensed matter string theory? Пока еще нет. Вообще у нас пока есть только совсем примитивный алгоритм просто так поиграть с парой параметров. Вот. И мы его пробовали на разных корпусах, но это так, пока смешно, но пока мы довольны тем, как это выглядит. Давайте. К чему я этот вопрос задал? У одних и тех же писателей, скажем, есть мемуарные тексты, где они именно свои воспоминания, свои реальные эмоции испытанные, и их же художественный текст. То есть, тут примерно, ну, это один и тот же человек пишет. И, казалось бы, вот на таких текстах очень четко можно увидеть различия в словаре, в слове употребления разных типов текста. И это, по идее, можно было бы использовать для распознавания важных, ну, как бы этих. Все гораздо сложнее, Гош, потому что у писателя есть, кроме того, что вот он описывает что-то, что он пережил, и что он придумывает, есть еще много разных мотиваций, которые влияют на его язык. В частности, ты пишешь мемуар с одной целью, а пишешь художественный текст совсем с другой. Может быть, ты пишешь один, чтобы продать, а другой, чтобы ради тщеславия или что-то еще. И все эти вещи, они очень влияют на язык. Поэтому я не уверен, что вот взяв идея хорошая в целом, но вот взяв два таких корпуса, что ты сможешь именно сфокусироваться на опыте versus нету опыта, я не уверен, что это получится. Но можно попробовать. Давайте к экспериментам, а остальные вопросы зададим еще потом. Спасибо, модератор. Да, перед тем, как я описываю эксперименты, хочу только сказать, что тот маленький эксперимент ТИК, который мы проводили здесь с вами, это мы не будем публиковать результаты каким-либо образом, и поэтому мы вас не спрашивали, согласны ли вы, и вообще кажется ли вам это этично, и мы вам не платили, и так далее. В экспериментаторской, когда делаете эксперименты над людьми, сегодня существуют очень строгие законы, и внутри каждого университета сидит, что называется Institutional Review Board, IRB, это целый body, который занимается тем, чтобы каждый эксперимент, который я хочу провести, я перед тем, как его проводить, перед тем, как начинать, я обязательно посылаю его четкое описание, все материалы, все, что я собираюсь сказать людям, собираюсь ли я им говорить неправду, я обычно говорю людям неправду, когда я делаю эксперимент, потому что мне надо, чтобы они не знали, что я от них ожидаю увидеть, поэтому все эти моменты мне надо описать и получить, собственно, как бы разрешение, или и в всяком случае approval, чтобы проводить этот эксперимент, и люди, которые заходят на мой линк и делают мой эксперимент, первым делом не встречают никакие вопросы и ничего такого, они первым делом встречают целый, в общем-то, длинный такой документ, который они должны подписать, в котором они говорят, что они волюнтарно будут делать все, что я им скажу, но что они могут этого и не делать и все равно получат от меня эту оплату и так далее. То есть, в общем, все эксперименты должны проводиться, условно говоря, с этичной точки зрения. Хорошо. Вот. Проводили мы несколько экспериментов. Один эксперимент мы попросили у людей, волонтеров написать нам reviews на на app. Этот app мы сами придумали, они, в общем, они не знают, что мы его придумали, но мы использовали этот эксперимент, он был, нам было очень важно его провести, потому что до сих пор я вам рассказывала про семантики и эпизодик memory, но тестов, хотя про это много написано, тестов реально опознающих, особенно эпизодик memory, семантик memory еще можно, в общем, словарный запас довольно легко протестировать. Эпизодик memory почти, можно сказать, мы не нашли тестов, которые тестируют именно эпизодик memory, а не, скажем, просто помните вы там чего-то или не помните. Вот, и поэтому мы проводили вот этот эксперимент, люди нам, они прошли через app, я сейчас вам покажу маленькие кусочки этого app, потом писали reviews про этот app, а потом делали тест, который связан с этим. Я, Жека, я все вопросы сейчас не могу отвечать, да? То есть, если у кого чего есть, то я в конце. Или ты просто... Еще раз. Отвечать, не отвечать на твое усмотрение. Ты мне знаешь, что если это, как бы я что-то сказала, что непонятно, то ты мне зачитывай лучше, ладно? Я потому, что я не смогу переходить из чата, искать, что мне сказали. Окей? Вот. Второй эксперимент. Тоже мы попросили, это другое количество народа, другие люди, мы их попросили написать про какой-нибудь отель, в котором они были, или, соответственно, половина из них писали про отель, в котором они никогда не были. Здесь мы использовали другой дизайн. Мы части из этих людей дали подсказку. Мы им сказали примерно вот то, что мы вам рассказывали, что вот просто знайте, что вообще-то, когда люди пишут аутентичный ревью, они пишут его более конкретно, используя более конкретный язык. И хотели посмотреть, если когда даешь такую подсказку, непосредственно перед тем, как человек пишет ревью, можно ли, может ли этот человек написать ревью более конкретно, соответственно. Третий эксперимент, опять же, если мы дойдем, то дойдем. Третий эксперимент, у нас люди читали ревью, примерно так, как вы это делали, только они читали 60 ревью подряд, и все их классифицировали на true или fake. Здесь тоже часть из людей получали от нас подсказку, как можно классифицировать ревью. Расскажу про первый эксперимент сначала. Значит, у нас люди проходят через ап, это специальный ап, который мы описываем, что это специальный ап, который designed for neck stretching after a long day at the office. Да, in front of the computer, знаете, у вас там strained neck, и вот вам надо neck stretching. И половина народу прошла этот ап, и выглядит это вот так. Половина народу, конечно, писали ревью без того, чтобы пройти через этот ап. Вот посмотрите на экран, и соответственно, поскольку все написано боком, вы поворачиваете голову, у вас при этом натягивается то, что должно тянуться, и вот давайте сделаем там rhyme, да, для слова price, mice, code, mode, pretty, witty, и так далее, да. Вот потом дальше close your eyes, lift your face to the ceiling, start counting to 17, and imagine that you are watching an aviation parade, up 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 in the sky like this, понятно, то есть вы вытягиваете шею наверх, вот, ну и потом в другую сторону, да, и давайте там решим несколько упражнений, вот там 13, 22, sorry, вот, после этого извини, Аня, маленький комментарий, я теперь вижу по нашим слушателям, что обработает, обработает, конечно, на ЖЭКу особо, да, вот, да, работает, конечно, работает, сейчас люди чувствуют себя гораздо более loose и готовы слушать дальше, после этого, полгода спорили, работает он или нет, ну ладно, извини, пожалуйста. После этого апа, это, соответственно, у нас половина народу, они уже чувствуют себя хорошо, потому что они прошли через этот ап, половина народу чувствует себя тоже хорошо, потому что они не тратили время на этот ап, все пишут нам review, после review мы провели специальный тест, который мы разработали, тест episodic memory, запомните, что episodic memory, вспомните, что episodic memory это память не просто вот с копищи слов, а про что-то, что связано с чем-то через время и пространство, вот, и поэтому мы представляли людям пары вопросов, например, вот такой вот, скажем, вот, просто вот, типа, из головы, какой из этих двух текстов вы выберете, мы им ничего не объясняли, зачем мы это спрашиваем, и, конечно, им не говорили, что это какой-то memory test, ничего подобного, мы им просто говорили, вот какой из этих двух текстов вы, вот, вот, куда-нибудь ткните мышкой, и все, тексты очень похожи друг на друга, единственная собственная разница между ними, если вы на них посмотрите, единственная разница, это вот, например, что в одном из них слева у вас есть from one exercise to the next, а не between the different exercises, а в другом, скажем, справа у вас есть before или after, то есть, как бы, какое-то временное соотношение между episodes, между experiences, вот, и мы предполагали, что люди будут выбирать, понятно, что, то, что у нас в первом вопросе слева, во втором справа, понятно, что мы варьировали порядок, что слева, что справа, между каждыми вопросами, таких вопросов было около 20 штук, вот, и народ просто тыкал мышкой, вот, и мы предполагали, что люди, которые прошли через этот NEC app, что они будут больше выбирать вот те тексты, которые у нас сейчас помечены красными, с большей вероятностью, вот, что и мы в итоге получили. Вот, ну, вот какие reviews мы получили, например, вот посмотрите, у нас тут есть два reviews, цифры в конце reviews, это просто ID number of the review, это ничего не значит, кроме этого, и давайте на них посмотрим. Заранее вам расскажу, на этот раз не буду вас мучить, заранее вам расскажу, что первый review authentic, второй fake, то есть второй написал человек, который не прошел через app, и давайте я вам попробую описать примерно, почему это так случилось, вот, как бы, языковые свойства этих reviews, например, посмотрите, слова, которые появлялись только в, или в большей, sorry, в большей степени, или практически только, в real reviews, authentic reviews, в этом и в других, а вот слова, которые появлялись вот во втором, да, review, это такие, которые появлялись в основном в fake reviews или только в fake reviews. Это одно свойство. Мы хотим в какой-то момент утвердить, утверждать, что слова, которые вот в review, которые наверху, что у них вот этот вот Ваняна замечательная формула, что она нам покажет, что они более concrete. Это то, над чем мы, собственно, сейчас работаем. Давайте еще посмотрим. То, что я оранжевым записала здесь, это, если вы сейчас со мной на минуточку заглянете в следующий слайд, вот instructions, которые мы дали. Это слова, вот оранжевым, это те же самые слова. Посмотрите, сколько из instructions использовал человек, который не went, hasn't been through the experience, да, и сколько из этих оранжевых слов использовал человек, который has been through the experience. То есть, человек, который не был through the experience, у него нет выбора, он может использовать только те слова, которые мы ему дали. А человек, который has been through the experience, он там, у него есть что сказать. Я не знаю, если вы заметили, это немножко отклонение чуть-чуть от темы, что Facebook сейчас немножечко пустоват. Как-то вот из-за того, что все торчат дома, ничего нового не происходит, и Facebook стал как бы, стало как-то немножко неинтересно его читать через там 2-3 месяца, что народ торчит дома. Это вот немножечко то, что происходит у этих людей. They haven't been through any experience, и поэтому они пишут, ну, то, что как бы просто перерабатывают, recycling the same text. Вот. И еще одну вещь только посмотрите. Видите, вот в нижнем тексте я подчеркнула несколько, не подчеркнула, извините, а как это сказать, bold, bolded out несколько слов. Это слово, которое... Жирным выделила. Как? Жирным. Жирным выделила. Да, жирным, спасибо. Вот, они, вы видите, day и day повторяется, в одном и том же тексте повторяется то же самое слово. Опять же, they are recycling the same words, потому что других у них нет. Просто. Breaks два раза, feel, и посмотрите, какие из этих половины, пока что, вот, прям в этом маленьком тексте, половина из этих слов это вообще слова, которые мы им дали в introduction. Вот. Можно перейти на второй эксперимент? окей. Давай перейдем. Переходим. Хорошо. Во втором эксперименте, в принципе, было все то же самое. Мы попросили у людей описать последнюю их поездку в какой-нибудь отель, мотель или какое-нибудь такое место. Но в этом эксперименте у нас те люди, которые писали про отель, в котором они не были, то есть выдумывали experience, они были как бы поделены, они сами того этого не знали, конечно, но они были поделены на три группы. Были такие, которые, мы их назвали no clue, то есть они писали, вот просто как наши писали про этот neck app, они писали про отель. Но были еще две группы, вот concreteness и low frequency words, это вот те, которым мы давали маленький clue. И вот вы видите этот clue внизу. One such characteristic is less use of low frequency words. Мы им так рассказываем. Зачем мы это сделали? Потому что мы хотим посмотреть, что происходит у людей, могут ли они, вот зная о таком, может быть, они просто не додумались или я не знаю что, могут ли они вот улучшить свой ревью от того, что они будут знать, как его писать. Вот. И мы, извините, у меня, если есть вопросы, Жека сейчас вернется и посмотрит, и мне даст знать. Или ты, Ваня, посмотри, я не знаю. Вот. Я тут на вопрос отвечал. А, ты отвечаешь. Ну, давай, отвечай. Инструкция довольно сложная была для человека, который ревью пишет, в ней несколько отрицаний, по-моему, тройное, что ли, то есть вы бы могли сказать, то есть, fake review less more likely to use frequent сейчас. В общем, лучше было бы сказать, что надо использовать в положительном ревью, чем в отрицательном, потому что их задача написать положительное ревью. Ну, это ладно. Просто я подумал, что, может быть, инструкция усложняет восприятие. Да, я понимаю. Я не понял. Положительное ответственность. Окей. Ну, я поняла. Да. Да, возможно, что одна из вещей, которую мы сделали, мы создали, как бы это назвать, cognitive load, да, что мы заставили людей слишком долго думать об этом, и у них мозг уже устал, и они поэтому писали просто, просто писали плохие reviews. Да, то есть fake, less, use, low, то есть три отрицания нужно провернуть в голове, а потом сделать вывод. Да. Вот, но тогда в таком случае, если бы это было так, то они должны были написать бы ревью, в котором будут, этот ревью должен быть менее complex. Это не должно быть связано специфически с use of low frequency words или concreteness. То есть у них ревью просто должен быть, если у них мозг занят, когда мозг занят, ты пишешь просто более простыми словами разговариваешь, мыслишь. Вот, ну, у нас про concreteness, sorry, про complexity тоже есть результаты, мы сейчас не будем их показывать. Вот, я в интересах времени продолжу сейчас дальше, но comment is well taken. вот что мы понимаем из результатов, мы понимаем, что люди в fictitious reviews, в fake, fake это fictitious, что они использовали, вы можете увидеть, что у них более abstract, то есть менее, менее concrete. вот authentic у них concrete. Мышку моя видно? Authentic reviews более concrete, да, fictitious менее concrete, то есть, соответственно, более abstract. И clue, они, может быть, там постарались, но, в общем-то, здесь разница будет, она, что называется, not significant, здесь разница небольшая. Незначимая. Незначимая. Thank you. Вот, а на тему low frequency words то же самое у нас, собственно, получается, что люди в authentic reviews использовали больше low frequency words, то есть, слов, которые повторяются меньше, чем средние, да, то, что мы говорили, но, когда мы им об этом рассказали, это не помогло им написать более хороший review. Перед тем, как я говорю про третий эксперимент, есть вопросы? Если можно. В первом эксперименте ты ведь показала, что менее, более общие слова, менее конкретные, встречаются, ну, так, если грубо, огрубить то, что ты говоришь, встречаются, фитичиус reviews, не то ли было в вашем опроснике про отели, про Hyatt и New Orleans, вот в New Orleans там набор предложенных характеристик был стандартизован, как мне показалось, а вы утверждаете, что это реальный вариант. Я могу быть неправа. Спасибо. Это начало, когда вы устраивали полы. Да, да, я не пойду до туда, извини, но, ну, неважно, я просто засветила какие-то reviews. в принципе, ну, как бы, в принципе, да, это вот то, что мы хотим посмотреть, насколько те слова, которыми люди пользуются, они более concrete или более abstract, да, мы их измеряем. Да, ну, вот я про это и говорю, у меня отчетливо, правильно я поняла по результату этих полов, извини, ради бога, что я к ним возвращаю, что первый был faticious в вашем опроснике, про Hyatt, а второй real. У меня была обратная картина по очень простой причине. Второй так точно был не конкретным, а набором стандартизованных общих фраз. Да, да, мы, смотри, вот сейчас для этой лекции мы прямо, мы выбрали, да, мы выбрали какие-то определенные reviews, чтобы, чтобы мы хотели там вам что-то показать, это не среднее никак. То есть мы, в общем-то, все это будем, когда мы ставим эксперименты, делаем анализ, мы все усредняем и смотрим, в общем-то, на среднее больше и на какие-то статистические данные, не на каждый отдельный review. То есть эти reviews, короче, они не representative. Да, Ваня? Поняла, спасибо, отстала. Sure. У меня есть маленький комментарий, то есть, ну, мне, кстати, когда Аня мне показала, то, что она выбрала, я не знал, какой фальшивый нет, у меня было обратное ощущение, вот по сравнению с тем, что Юля сказала, но на самом деле одна из вещей, которую наши эксперименты показывают, что некоторые величины, они очень трудны для людей, люди их интуитивно не воспринимают. Часто это характеристики, которые имеют сильную статистическую происхождение. Вот все, что касается частотности слов, вот это наше определение, конкретность, оно не всегда совпадает с тем, что люди ощущают, как конкретно, то есть, один из результатов, что когда мы людям даем на словах подсказку, что пишите более конкретно или определяйте более конкретно, им это не помогает. Вот. Я немножко забежал вперед, простите. А, тебя не слышно, Аня. Правильно, я себя убрала. Бог с ним. Все, Ань, давай. Окей. Мы, собственно, приближаемся к концу нашей истории. Я сейчас расскажу про последний эксперимент, который в этом эксперименте у нас подопытные наоборот пытались определить, если review, он true или fake. И часть из них мы, опять же, мы им давали подсказки, смотрели, если подсказка помогает им определить, если она увеличивает их точность. И на этом мы более-менее, Ваня еще вот как бы суммирует это все, и мы на этом будем закругляться. И, естественно, открывать все на любые вопросы. Вот. Вот смотрите, что получилось. Вот результаты. Это люди, которые... Это про frequency, low frequency. И про... Давайте я буду показывать. Sorry. Значит, вот люди, которые у них не было clue. Все читали 30 правдивых и 30 лживых reviews. И из них... Это буквально raw numbers. Это не percent. Это raw numbers. Сколько из них... Белые – это все правдивые reviews. Authentic. Сколько из них они определили, как правдивые? 20 из 30, да? А лживые определили 10 из 30 правильно, как лживые. То есть, соответственно, это вот здесь мы можем вернуться к truth bias, что у нас есть... Мы как бы... У нас есть некоторая склонность больше думать про все reviews, что они правдивые. То есть, соответственно, вот эти синенькие лживые reviews, 20 из них люди подумали, что они правдивые. Ну, вот вы в эксперименте людям сказали, какой бейзлайн? То есть, сколько процентов фальшивых и правдивых? Конечно, нет. Не говорили. Понятно. Ну, тогда понятно, почему есть bias. Он просто эволюционно этим... Ну, как бы обоснован. Да. Правильно. Да? Что ж поделаешь, мы простые люди. Да, примерно. Но не в этой группе, как наш предыдущий опрос показал. Ну, это же не простые люди. Да. Да. Вот. А тут есть две группы, которые, собственно, похожи одна на другую. Две группы, которым мы давали вот такой вот клуб, и им говорили, что вот, вообще-то, люди, которые пишут фальшивые reviews, они вообще-то пишут другим языком. То есть, вот здесь мы давали им один клуб, мы им рассказывали здесь конкретно, мы им говорили, что они пишут более абстрактно. Вот. Насколько мы улучшили их результат, к сожалению, ненамного. То есть, собственно, вот этот клуб, не вы можете увидеть, что все еще существует truth bias, и все еще мы, собственно, не очень им помогли. В принципе, вы можете увидеть, что чуть-чуть, вот типа на 1-2% люди, не процентов, reviews, люди больше определили их правильно, как бы, как лживые, но это только показывает, что люди стали более скептичные, более недоверчивые, они не определяли правильные reviews, как то, что они должны быть, то есть, они неправильно, их аккуратность от этого не улучшилась. для того, чтобы понять, насколько хорошо люди угадывают ложь от правды, нужно сложить синюю колонку с белой и поделить на 60, правильно? А, вот они, да. Окей. Да. Да? Точность не увеличилась, скептицизм повысился, truth bias понизился. означает, скорее всего, что ваши подсказки будут бесполезны и теория не очень хорошая. Это подача на то, что вы ответили. Ну, наша теория как раз такая, мы эти параметры выбрали именно потому, что считаем, что они для людей очень неинтуитивные, и даже если мы будем прямо говорить, пишите, смотрите на конкретность, им это не будет помогать, потому что люди очень плохо чувствуют статистические свойства языка. вот, да. Но, возможно, есть исследования на тему, можно ли людей натренировать. Есть. Невозможно. Но выводы разные. Если и можно, то трудно. Вот. Да, я хотел суммировать, то есть нам нравится во всей этой истории то, что мы пытаемся исходить из каких-то представлений о том, как работает мозг человека в процессе написания отзывов, и мы связываем вот эту когнитивную деятельность, язык и свойства языка, а не используем просто данные, не тренируем алгоритмы, пытаясь классифицировать какие-то тексты. Вот. Дальше интересная, мне кажется, вещь была обнаружить то, что некоторые параметры отличаются от других. То есть есть параметры, которые люди очень легко имитируют. Скажешь им там, я не помню, правда ли это про местоимение, хорошо, прошедшее время, пишите больше прошедшего времени, они у них нормально получаются. А некоторые вещи имитируются очень сложно. Ну и мы, мне кажется, и Аня, и я очень любим эксперименты делать на людях. это тоже одна из интересных составляющих нашей работы. Это на самом деле очень трудно делать. В частности, то, что Вася заметил, как формулировать каждый вопрос, это занимает много времени, все эти маленькие. Подумать, не запраймили ли мы как-нибудь человека, что он начал писать вот как-то вот, как нам не нужно, что это как-то загрязнит наш анализ. и делать длинные эксперименты это целая проблема, если человек больше 10 минут сидит над опросником, ему уже, он уже совсем плохо отвечает. Ну, в общем, все равно. Да, ему все все равно. Да, и приходится за всем этим следить. Вот, и есть у нас такая идея, давай дальше. То есть, в принципе, мы когда говорим про память, про то, как устроен мозг, нам нигде не важно, что это речь идет о товарах в интернете, да. Вот, была такая у кого-то идея, что можно применять это к заявлениям потерпевших или свидетелей, а можно следующий слайд, мой любимый, а можно к фальшивым новостям с таким же успехом это применять, возможно. Вот, и нам все это нравится. Ну, я, наверное, не буду уже рассказывать про этот слайд. Но, в общем, идея такая, что нам интересно пытаться понять, как работает мозг человека во время лжи. Мы пытаемся, мы можем пытаться рассматривать совершенно разные типы лжи. Вот, тут мы вам рассказали про один конкретный, их может быть, их гораздо больше. Вот, и как это все влияет на язык. И нам интересно находить такие параметры переменные, которые трудно имитировать, трудно имитировать человеку и трудно распознавать. Вот. Спасибо большое. Спасибо, что все пришли. Рад был вас видеть. Если можно, я как нетерпеливый хост, нетерпеливый модератор, поступлю плохо и начну с своего собственного вопроса, а то у меня свербит. Все-таки, вот, еще раз, люди плохо различают ложь от правды, и когда вы им рассказываете свою теорию, они все равно плохо различают ложь от правды. Да. Это два объяснения. Первое, у вас плохая теория, она нифига не помогает. И второе, нет, это люди такие плохие, ваши подсказки им не помогают, а если вы свой алгоритм накрутите, то он-то справится. Вы пробовали свой алгоритм пускать на тех же ревью, и какие у него результаты? Ну, у нас пока нет рабочей версии алгоритма, но надеюсь, что она скоро будет. У нас есть игрушечный алгоритм, алгоритм, который работает, и он работает на корпусах разного типа, но его точность, то есть в смысле он работает одинаково хорошо, но на самом деле одинаково плохо на корпусах разного типа, то есть пока точность нашего алгоритма очень низкая, потому что мы написали самый простой алгоритм с двумя параметрами, что мы знаем точно, что параметры, которые другие люди находят как важные, они скорее всего объясняются не ложью, а какими-то другими факторами, а про наши параметры у нас все-таки уверенность больше, потому что мы их взяли не из алгоритма, а мы их взяли из какой-то осмысленной модели и проверили на куче разных экспериментов с совершенно разными товарами, совершенно с разными ситуациями. Но вопрос хороший, то есть вот у нас не все параметры, которые мы предсказывали, получились работающими. И к сожалению, мы не можем вот, ну вообще в тот момент, когда мы это все начинали, у нас, ну как мне кажется, у нас не было хорошей идеи, почему некоторые параметры люди легко имитируют, а некоторые нет. Вот, и в процессе работы у нас возникли какие-то ответы на эти вопросы, но есть, есть на самом деле исследования тему, не наша. С коммерческой точки зрения, это вообще будет как-то работать, то есть это можно кому-то хоть как-то продать? Ну, я думаю, что нет, поэтому я не работаю в Амазоне, а работаю в университете, вот, и меня вообще, если честно, этот вопрос меньше всего волнует, как ученого, вот, но у меня есть другая идея, продать нельзя, но можно заставить, кого-то заставить, чтобы они вели себя хорошо, ради нашего общего блага. Например, ну, нет, заставить плохое слово, есть два варианта, либо заставить, то есть можно объяснить государству, что надо наказывать Амазон, что они... Уговорить, уговорить, да, но государство это мы, да, убедить государство, что оно должно ввести ответственность Амазону за то, что происходит на платформе, но это, наверное, не очень красивое решение, можно объяснить Амазону, что если они будут так себя вести дальше и не бороться с плохими ревью как следует с помощью наших передовых исследований, то у них, то люди перестанут им доверять. На самом деле у Амазона есть проблемы в их бизнесе, связанном с торговлей. Ну, Амазон прибылен только в Америке, то есть за пределами Америки бизнес по продажам и по продавцам несет убытки постоянно. Вот. И, к сожалению, для нас это их не самый важный бизнес, самый важный их бизнес это AWS, это их cloud services, которые они продают, и им, в общем-то, плевать, убыток у них бизнес-продаж или нет. Поэтому, но если мы можем их убедить, что у них будут прибыли выше, если они будут хорошо относиться к потребителям и к продавцам, то вот такая от этого может быть не только связана с Амазоном, это связано с любым ритейлом, который у тебя работает в интернете, правильно? Да, конечно. Да. Просто Амазон владеет почти всем рынком, по крайней мере, что-то. Нет. Ну, окей. Большим процентом. Большим процентом. Я просто хочу, чтобы моя жена стала миллионером, а... Окей. Я подумаю, ладно, я понял. Задачу понял, Не, меня спрашивали, когда я на своих джоб-токах рассказывал про вот эту задачу, меня спрашивали, а где же миллионы? Вот, это был очень трудный вопрос, но я понял, что раз уж меня взяли на работу, придется, наверное, на него иногда отвечать. Вань, ты понимаешь, что это очень лестный вопрос? Когда тебе задают такое, когда ты рассказываешь в академии, рассказываешь про маркетинг, и тебя спрашивают, где деньги, это значит, что it's marketable. Ну, мне нравится твоя интерпретация. Мне тоже. Окей. Можно вопрос? По поводу того, насколько ваши подсказки помогали или не помогали вашим респондентам. Тут два вопроса. Первый, как вы выбирали испытуемых, и второй, наверное, там, если вы говорите это, условно говоря, уборщику, эффект будет один, кандидату наук, другой, начинающему писателю, третий, а если вы говорите компьютеру, то процент будет очень высокий. Вот как-то это вы учитывали в своих экспериментах? Давай, я про людей, а Ваня про компьютеры. Давай. Как мы выбирали подопытных? Платформа, на которой мы recruit подопытных, она открыта всем, все вы можете туда пойти, мы можем, вы вот туда можете зайти и принять любую работу, при этом уже есть исследования, много исследований про эту специфическую платформу и вообще про такие платформы, люди на этих платформах имеют в среднем больше, больший процент имеет высшее образование, первую степень, ну и вообще степень, люди не делают, многие из них не делают эти эксперименты ради денег, деньги там очень маленькие, собственно, да, МТОРК, люди делают это ради интереса, очень многие нам мы в конце эксперимента всегда пишем, если у вас там есть что-нибудь сказать, дайте нам знать и так далее, люди часто пишут, что ой, ужасно интересный эксперимент, расскажите, что там у вас потом получилось и так далее, то есть в общем, как бы они это делают совсем из других мотиваций, то есть не из-за денег, но при этом то, что важно для нас во всем этом, это что в обе группы люди randomly assigned, в смысле, что это те же самые, как бы та же самая подгруппа, неважно там более интеллигентный, меньше, менее интеллигентный, это та же самая подгруппа, и поэтому разница между conditions of the experiment, она you cannot attribute it to a type of people, то есть self-selection, то есть как бы кто-то пошел вот в этой группе, вот в этом condition у нас было больше, я не знаю, по какой-то причине получилось больше интеллигентных людей, то есть вот над этими вещами мы смотрим, мы задаем вопросы English proficiency, мы спрашиваем, это тут уже спрашивали раньше, education level, age и gender, мы задаем вопросы и всегда мы как бы это бросаем, это как variables, просто вот когда мы делаем анализ, только посмотреть и обычно в общем-то у нас получается 50-50 мужчин и женщин и там age как бы sorry, возраст не не влияет на результаты и это не влияет, то есть в общем мы как бы смотрим, чтобы чистый типа получился эксперимент. Вань, про компьютеры? Я сначала про экспертов хотел, про кандидатов наук. На самом деле, если я правильно помню, то люди плохо отличают фальшивые тексты от правдивых, независимо от их образования, но я давно не смотрел на эти данные, поэтому не уверен на 100%, но есть исследования про то, как эксперты читают тексты, то есть, например, человек может быть очень хорошо знаком с ресторанным бизнесом, может он сам владелец ресторана или профессиональный ревьюер, и вот у этих экспертов язык отличается от среднего человека, и это очень интересное исследование, я бы сам хотел бы продолжить немножко вот эту нашу тему в этом направлении в частности. Спасибо за вопрос. Про компьютеры я не понял вопрос, я его не услышал. если я правильно понял, но вы меня поправьте, вопрос, если мы даем компьютеру наши параметры, он, естественно, их хорошо понимает, какой вопрос. Совершенно верно, то есть, люди плохо определяют свои тесты с точки зрения своих текстов, с точки зрения статистики использования слова и так далее, а компьютеры очень хорошо, поэтому научить компьютер написать фейк-ревью, которая будет неотличима, на мой взгляд, ну, просто зная ваш алгоритм в качестве теста. Есть некоторые проблемы, то есть, во-первых, алгоритмы работают хорошо на очень узкой тематике, то есть, например, натренировали вы алгоритм на нью-йоркских отелях, применяете его к чикагским и уже не работает. Ну, обычно все не так плохо, но если вы примените это совсем к другой категории, то все становится плохо. В частности, вот мы пробовали один из таких алгоритмов на нашем корпусе, это вот алгоритм, про который я рассказывал, натренированный на отелях, мы его пробовали на нашем корпусе, который тоже про отель, и он уже не работает. То есть, какие-то детали и все ломается. Вот, всегда есть проблема оверфитинга и возможно люди классифицируют вообще не то, что хотят. То есть, как я говорил, может быть, в том конкретном случае они классифицировали источник, из которого они брали отзывы, а не их правдивость или лживость. Поэтому с компьютерами тоже не все так просто. Есть еще такая вот универсальная вещь про компьютерную классификацию. Вот, известен всем пример со спамом. человеку очень легко определить спам, а компьютеру это может быть не так легко, как человеку. То есть, есть разные примеры. Интересно и неинтуитивно получается, что с языком почему-то человеку, вот с правдивостью и лживостью, ну вот, как Вася сказал, это, скорее всего, эволюционная вещь, что люди очень доверчивые. Вот, иначе бы мы все жили поодиночке и носили бы с собой пистолет. Что, правда, раньше некоторые и делали, да. Вот. Еще у меня вопрос и комментарий скорее. Вот, понятно, что с точки зрения как раз мы обсуждаем, как на, как практическому пользователю, скажем, в онлайне применять какую-то статистику или анализ. Естественно, мы не алгоритмы, мы не компьютеры, мы применяем какую-то общую, наш общий смысл, и вот в конкретном данном случае, даже, когда мы решали ваши две первые задачи, какой фейк и какой не фейк, что мы, как вот мы рассуждали, я вот, угадал, но я объясню почему. Первый, первым я просто, я ничего не анализировал, просто для меня первое выглядело, что это описание, а не ревью, просто описание отеля. Я решил, что значит это фейк, потому что не похоже на ревью. Я не анализировал слова, она просто выглядела, как описание. Во втором, вообще, совсем под ваш анализ не подходит. Я не анализировал слова, но там были английские все слова, но звучало не по-английски. То есть, человек писал, который плохо знает английский язык, он применил все английские слова, но звучало не по-английски. Я решил, что это агентик, именно по этой причине, потому что, если бы был фейк ревью, он бы, скорее всего, звучал бы грамматически более-менее нормально из этих же слов. Поэтому я угадал. Но не потому, что я анализировал какие-то слова или нет. Вот. Как бы и получается, что я как практический пользователь применить теорию не могу. Только если Amazon сам станет реально вычищать, используя ваш алгоритм, это, наверное, поможет. Нам как практическим пользователям нет. Другой, например, полезный мой совет. Я, например, вижу, если ревью человек редактировал, он пишет первый день все замечательно. Через два месяца все сломалось. Я как бы вот на такие смотрю, например, ревью. Как их проанализировать такого рода? У меня есть несколько ответов. На самом деле, да, что мы и многие другие показывают, что люди очень плохо отличают фальшивость просто по тексту. Но когда вы сидите на платформе, у вас куча другой информации. У вас не просто один текст, у вас много разных текстов. Вы можете их сравнивать. Кто-то, вот, может быть, Соня говорила, что можно смотреть на профайл автора ревью и на его другие ревью. Понятно, что все это очень быстро становится неэффективно. Потому что если вы покупаете наушник за пять долларов и тратите один час, чтобы прошерстить вот все эти методы проверки, это бесполезно. То есть, в таких... Поэтому... То есть, бороться самому с ложью в дешевых продуктах бесполезно. То есть... Один момент. Я же не предлагала делать такой ревью покупателю. Речь идет о том, что есть соглашение у маркетплейса, с поставщиком, с продавцом о том, что продавец обязан мониторить частоту своих отзывов, и он может быть пенализирован, в том числе в выдаче, в случае, если у него много фейковых отзывов. То есть, на самом деле, это обязанность продавца. Да. Ну вот обязанность продавца, к сожалению, не работает, потому что продавцы заинтересованы продавать, и они... И нарушать правила слишком легко. Если такая даже мощная организация, как Amazon... Ну, закроют они аккаунт. Через минуту автоматически откроется такой же аккаунт, продающий такую же вещь. То есть, похоже, что все эти правила очень легко обходятся, и... Ну, иначе это просто не было бы так распространено, что в любой момент заходишь на Amazon и видишь кучу... Кучу... Всяких вот фальшивых вещей. Вот. Да. То есть, я бы предлагал... Ну, лично я просто не смотрю на товары, которые самые дешевые, потому что они практически полностью фальшивые. Если у вас есть любимый бренд, не знаю, кто-то любит Apple, лучше заплатить в 10 раз больше за Apple. Мой подход такой. И не читать вообще отзывы. Вот. Или... Или нужно, да, какие-то... Если вы покупаете что-то дорогое, то, наверное, надо смотреть на... на продавца, на... на... другие отзывы, на... на разные параметры. Вот. Кроме текста. Да, я хотел ответить на вопрос из чата. Сейчас я прочитаю вопрос от Александра. Интересно посчитать корреляцию доли фальшивых отзывов и доли возврата товаров. Да, это интересная идея вообще про возврат товаров. тоже делали. Да? Я вот не знаю. Пришли мне работу. А как в этих обследованиях... Да, проблема, опять же, в том, что если речь идет о товаре, который стоит 5 долларов, то его бессмысленно возвращать. Вот. А как в этих обследованиях определяли, какая доля фальшивых отзывов на самом деле? вот, ground truth, то есть не модель, а откуда они взяли настоящую настоящее сведение о том, какой отзыв фальшивый или нет? Ниоткуда они делают... Это все равно гипотезы. Да. Я могу привести пример. Да, могу привести пример. А какая сейчас текущая гипотеза, сколько фальшивых отзывов процентов на Амазоне? Какие оценки? Да, ну вот в таких вот популярных категориях, как мелкая электроника, косметика, health, как это называть, пищевые добавки, кроссовки, ну все, что популярное и недорогое, около 60%. Да, ну разброс очень огромный, очень огромный. Разброс большой, то есть самый низкий, что мы, по-моему, в ресерче, вот ты меня поправил, а в Ване это 14%. То есть по 14% до 60%. Такой огромный разброс, в общем, этого. Ну я видел и меньше цифры, да. Чем 14%. да. Но да, я думаю, что если... Спасибо, кто-то сказал, что для этого и нужен наш алгоритм. Спасибо. Есть категории, которые особо сильно затронуты этой проблемой. Все задумывались о своей последней покупке. Да. Вань, какой у тебя, ставив вопрос про big business и алгоритм, и science, какой у тебя в двух словах совет друзьям? Просто не читать ревью или вот какой bottom line для покупателей? Ну я читаю ревью, просто мне профессионально интересно это делать. Вот. Советы вот человеку, который просто купить. Ну, если вы покупаете что-то дешевое, читать ревью бессмысленно, потому что время дорого. А если вы покупаете что-то дорогое, ну, зависит от стоимости вашего времени. Но я бы, я бы не... Ну, если отель выбираешь. Если выбираешь... Да. Да, если отель выбираешь. Ну, это как раз вот ваш пример. Спроси у друзей. Да, хороший вопрос. Вот с отелями в целом ситуация получше, чем вот на Амазоне с наушниками. И есть мнение, что вот на TripAdvisor большинство отзывов не фальшивые. Вот. Потому что там verified purchase. Ты обязан реально... Не верить, типа ты обязан был через TripAdvisor купить, реально купить. Да. Отели теряют актуальность, интересные Airbnb в этой ситуации. Да. Про Airbnb я видел какое-то исследование, но я, к сожалению, ничего не помню. Надо найти его. Какие там результаты были интересные. Да, ну, в общем, можно вопрос? А, Юль. У меня скорее комментарий. с языковой точки зрения, как я нифига не понимаю про компьютерную часть. Плагаты... Как это? Антиплагиат, тернуты... Не то ли они делали, когда начинали. Ну, как бы это очень грубая схема. Господа преподаватели, имеющие дело со студенческими текстами, и в частности постоянно следящие за тем, чтобы как бы тексты были аутентичны, да, и у них наметанный глаз. Ну, я довольно легко вижу, что прям по предложениям сам писал, списал. Да, в принципе, Тернетин использует немножко другой алгоритм в том смысле, что он... Это мне понятно, да. Не, но он ищет similarity to other text, да? Да. Это совершенно... Ну, то есть, понятно, что это там и грубо ужасно, и совсем другая цель, и там это ни про какую, ни про монетизацию, но и забыли мы про Бог бы с ними, да? имени, допустим, я знаю массу народу, ладно, я, которые ими не пользуются, а пользуются собственной интуицией, опытом. Вот их бы и посчитать, этих людей, которые явно ангажированы в этой ситуации. Да. Понятно, то есть это типа опытный эксперт. Но это просто, это комментарий. Да, это хорошая идея, это вот, я думаю об этой идее постоянно. А еще я хотел тоже прокомментировать про, да, про плагиат. Я, когда мы наши отзывы собираем, я их проверяю на плагиат обычно, и я сравниваю с какими-то стандартными, доступными, общедоступными средствами, и в общем, пока я не нашел толу, алгоритм, доступный для всех, который бы работал удовлетворительно вот для наших целей. Поэтому мне приходится обычно самому это делать. Ваня, у вас короткий вопрос, у вас дейтабейс через SQL, как вы все это скачиваете? И? Ну, Аня мне дает текст, а я их засовываю в SQL. Ну, Аня мне тоже дает тексты, другие, наверное. То есть, у вас все это как-то централизовано, и вы можете все это подкачивать с веба, как вы хотите. Мы можем так делать, но мы так не делаем, да. То есть, мы можем scrape, что называется, да, from the Internet, и у нас, собственно, есть датабейс Amazon Reviews, но про эти reviews самое важное с нашей экспериментаторской точки зрения, что мы не знаем, какие из них фальшивы, какие нет, а в наших датабейсах мы точно знаем, какие да, какие нет. Я немножко по-другому понял вопрос, но... просто насколько data relative to what you are searching про это... Что значит relative? Теперь вообще нет. Не, ну, как бы, все данные, которые вы получаете, окей, либо вы скачиваете, либо они постоянно обновляются, и все это, как бы, идет в SQL, и все. Нет. Окей. Нет, потому что на самом деле так, конечно, было бы здорово, но, во-первых, мы ограничены финансово, и мы не можем... Плюс мы ограничены вот этими правилами ARB, у нас эксперименты идут какое-то фиксированное время, и, в общем, да, есть какая-то идея запустить следующую фазу эксперимента, то есть, когда у нас будет алгоритм, мы хотим пригласить экспертов, которые хотели бы его побить, и хотелось бы сделать платформу, на которой люди могли бы постоянно пытаться победить наш алгоритм, вот, и... ну, и чтобы это работало вот непрерывно, и данные бы подкачивались в базу данных, но это вот, я думаю, не скоро будет еще. Нет, вопрос. Вы... то, что вы делаете, в принципе, напоминает стандартную борьбу брони и снаряда, да, где снаряд это фальшивые всякие отзывы, а вы пытаетесь защиту сделать, но это бы так выглядело, если бы на самом деле не использовались одни и те же алгоритмы, фактически, и для написания, и для распознавания, да, поэтому технология, в общем, одна и та же. И вопрос такой, как вы оцениваете сейчас технология по созданию фейковых ревью и технология распознавания, какая из них, в какие технологии сейчас вкладывается больше денег, какая область более технологичная, и, соответственно, потенциально пользователь, кто первый пользователь вашей технологии, те, кто создает фальшивые ревью или те, кто их выявляет? Те, кто выявляет, то есть, мне кажется, что ситуация сейчас такая, что вкладывать в создание фальшивых ревью невыгодно, потому что стоит очень дешево взять человека, который будет сидеть в бедной стране и за 50 центов напишет тебе отзыв. На самом деле дешевле. Более того, есть методики получать огромное количество фальшивых отзывов, вообще не нанимая никого и не используя никакой алгоритм. Ну, в частности, на Амазоне. Вань, если при этом будет технология распространена, которая очень легко такие ревью выявляет и вытирает, то потребуется хорошая технология, чтобы писать качественные, невыявляемые. И тут поднимать армию людей, которые пишут фальшиво, уже не поможет. Да, но пока нет технологии, которая выявляет такие вот... А можно продолжение фразы про частности на Амазоне? А, да, в частности, на Амазоне продавцы пользуются такой схемой, что покинутые товары, они... там на Амазоне можно выстраивать депенденции между твоим продуктом и другими. Они находят заброшенные листинги с большим количеством отзывов и прописывают, когда они свой товар вывешивают, связь с этим товаром, который уже давно не продается. И все отзывы из этого второго товара вообще не твоего, они попадают на твою страничку. Я не очень понимаю, эта проблема существует уже минимум года три, Амазон с ней совершенно не борется, и, ну, я думаю, потому что им это не нужно. Термометр оттуда? Что? Термометр оттуда, да. Да, и таких продуктов... Ну, они... С ними... Они все живут по одной схеме, то есть появляется какой-нибудь термометр или наушник, потом он заканчивается, или Амазон запрещает его продавать, но страничка про товар где-то там висит, и если продавец знает код этого товара, то он может сделать так, что все отзывы появятся на твоей страничке. Обычно это делают, когда там сотни отзывов, то есть так вот в случае, когда я 300 отзывов неправильных читал, там было большинство из них по этой схеме. Вот, и Амазон даже с этим чуть-чуть как-то пытался бороться одно время, там они некоторые из этих dependencies убрали, то есть, но вот я вчера проверял и таких продуктов, товаров навалом, в которых отзывы совершенно про другое, то есть схема по-прежнему работает, как и три года назад, и никому не надо платить. Есть другой способ, то есть похоже, что продавцы могут менять страничку своего продукта, то есть был продукт, я не знаю, сейчас какой-то я купил продукт, сейчас, а, детский музыкальный плеер, вот, посмотрел позавчера, оказался он уже не плеер, а какая-то специальная растяжка надевать на плечи, чтобы спина была прямая, вот, и отзывы все про плеер остались, вот, то есть проблема в том, что когда люди покупают что-то дешевое, это неразумно читать 100 и 300 ревью, да, если ты обеспечил себе пусть совершенно бессмысленных и неправильных отзывов, большое количество, ты уже попадаешь вот в эту, через эту систему фильтров и поиска, ты попадаешь в топ, топ-варианты, которые людям на первую страницу выносятся, этого достаточно, то есть в принципе тебе можно не заботиться о качестве отзывов и не нужно даже их заказывать. А не является ли признаком пропорция между 5, 4, 3 и 2 1 звездочки, то есть если скажем 90% 5 звездочек, значит фуфлоп определение, нет такого? Да, я изучал этот вопрос где-то полгода назад, я заметил, но это такой ненаучный результат, это просто наблюдение, что продавцы стали очень умными, ну потому что они много продают, им надо продать, они очень сильно мотивированы, и они знают разные методики, которые разные люди используют, кто-то фильтрует и читает только негативные отзывы, кто-то смотрит только на трехзвездочные отзывы, у кого-то еще другая методика, продавцы все эти методики знают лучше покупателей, и они на каждую методику делают свой продукт, свою страничку с товара, то есть я думаю, что если ты человек очень умный, ты, конечно, можешь чего-то придумать, но скорее всего мошенники уже это учли. Да, но никто не делает текст аналисис. Никто из кого? амазон делает, я думаю. Текст аналисис? У нас есть родственники, которые это делают. да, но он делает это совершенно другую тему, я думаю, что продавцам, им просто, им это не выгодно, они не могут потянуть такое, такое. да, но продавцы читают статьи, вот они явно читали вот эту статью Отто, потому что список рекомендаций, которые между продавцами ходят, как надо фальшивые ревью писать, и которые они дают людям, которым они эти ревью заказывают, он более-менее стандартный, собранный из этих статей, которые были последние предыдущие 10 лет опубликованы. И что-то еще я хотел сказать, да, есть очень разные тонкие методики собирать фальшивые ревью, которые как бы не совсем фальшивые, но с нашей точки зрения они фальшивые, то есть вы можете записаться на платформу, которая вам будет бесплатно присылать товар в обмен на пятизвездочный отзыв. Качество отзыва, вам пришлют рекомендации, как их писать, но в принципе что будет, то есть никто прямо тебе не говорит напиши пятизвездочный отзыв или мы у тебя деньги заберем, продукт ты уже товар получил, вот, но что будет, если ты пятизвездочный отзыв не оставишь сразу, тебе перестанут приходить бесплатные товары, вот, поэтому люди становятся очень мотивированы оставлять отзыв очень быстро, вот тебе пришли наушники, ну сколько занимает времени разобраться с этими наушниками, хорошие они неплохие, да, вот, например, у меня наушники через месяц сломались, но в принципе первую неделю они меня всем устраивали, если бы я был членом этой платформы, я бы был очень сильно мотивирован оставить пятизвездочный отзыв быстро, чтобы получить еще что-то бесплатное, вот, поэтому есть очень много разных схем, по которым некачественные отзывы просачиваются на все эти платформы. извините, я в последний раз стряну, как последняя песня модератора, мы сидим два часа пятьдесят минут все, а лектора наши уже три часа, может быть, то есть уже давно закончилась формальная лекция, мы уже давно в формате трендежа, многие люди отвалились, кто хочет, может оставаться бесконечно, просто может быть в этот момент надо дать Ване Ане шанс сказать, что типа мы устали и хотим домой, а если они не устали, то можно сидеть еще два часа, вот. Можно я еще Оксане отвечу вот из чата? Ваня, отвечай, как хочешь, это твое вообще моя Zoom-сессия, ну то есть Аня, ну конечно. Да, там про native и non-native speakers, мы пытаемся мерить уровень владения английским людей и смотреть, как это связано с остальными параметрами. У Оксаны вообще было несколько моментов, я просто здесь не успеваю ответить, я потом отвечу. Да, я сейчас попробую дочитать. Давайте последние два вопроса, если есть. Здравствуйте, а можно пару слов сказать? Нет, если это не вопрос, я хотел сказать большое спасибо, ужасно интересно вы рассказывали про ваши эксперименты и я восхищаюсь тем, как вы подстраиваетесь под то, что у вас вынужденным образом разнообразная аудитория, с одной стороны рассказываете, что такое корпус, а с другой стороны рассказываете, по каким ставкам вы будете брать с полицейских, когда будете продавать ваш продукт, совершенно удивительно. Мне кажется, что единственный такой, ну людям, которые любят практические результаты ученых услышать, грубо говоря, для маслодельни такой результат для производства маргарина, мне кажется, что главный вывод такой, не надо ни в коем случае ничего пытаться придумывать, копируйте чужие тексты всегда, а если вы случайно оказались преступником и подаете показания, вспомните, лучше почитайте чьи-то чужие показания и просто дайте их, я так поняла ваши слова. Спасибо еще раз. Спасибо. На последний вопрос Оксаны тоже, там, да, есть исследования, где люди смотрят на на то, что когда ревью написано не на этих спикерам, то оно выглядит менее аутентичны. Я могу попробовать поискать. Я думаю, спасибо большое всем. Пишите e-mail. Пишите e-mail, нас легко найти. Есть фейсбучная группа, в которой часто бывает обсуждение долго еще потом, вот после лекции про неф, по-моему, до сих пор надо рассчитывать. Пока неф не кончится. Пока неф не кончится, да. спасибо. Гай, спасибо большое, что вы пришли, нам было интересно с вами поболтать. Спасибо. А можешь, Ань, сохранить чат, чтобы... Да, я сейчас его сохраню. На все ли мы ответили? Обязательно. Спасибо, друзья, что пришли. Рад был всех видеть. Очень здорово. Давайте, счастливо. Спасибо.